Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уважаемые коллеги, в зале присутствует 390 депутатов. Кворум есть. Прежде чем мы продолжим обсуждение 35-го вопроса, 35-1, если быть точным, 35-2, хотел бы проинформировать. Если вы не будете, коллеги, возражать, мы с вами после регистрации ежедневной утренней будем просить, чтобы председатель комитета по регламенту организации работы Думы Ольга Викторовна Савастьянова делала информацию по количеству депутатов, находящихся в командировках, как зарубежных, так и по России, а также находящихся на учебе, у нас идут обучающие семинары, депутаты активно принимают в их работе, тех, кто находится на больничном и взяли за свой счет. Я имею в виду, не по фамильной этот будет перечень, а по количеству. И тогда будет общая картина, всем понятно. А тот, кто у нас не впадает ни под одну, ни под вторую, ни под третью категорию, ну, значит, он для себя определил иную форму участия. Хотя мы с вами говорили, что зарегистрироваться можно в течение дня в соответствии с регламентом, как перед, соответственно, началом работы, так и затем во время уже самой сессии, после первого перерыва или после второго перерыва. Но все-таки картина будет понятна. Нет возражений? Владимир Иванович, почему задумались? Первая зам рука этой фракции у вас здесь, и поэтому позицию фракция не сформулирует никак. Так, коллеги, договорились тогда, да? Тогда будет нам всем проще. И меньше будет того, что не соответствует действительности при, в том числе, написании статей. Пожалуйста, записались на выступление наш коллега Курины, Алексей Владимирович. Вам предстоит слово. Подготовиться к Ачкаеву. Спасибо. Фракция КПРФ, безусловно, поддержит тот законопроект, точнее, те два законопроекта, которые внесены, они мало чем отличаются, по большому счету. Выражаем мы большую, в данном случае, благодарность и авторам, и тем, кто данный законопроект, я думаю, сегодня поддержит, за то, что здравый смысл начал, наконец, возобладать в последнее время. Я говорю и о законе о техническом обследовании, который мы приняли в первом чтении. Я напомню, что 10 лет пытались в разных формах этот закон принять, и только сейчас в первом чтении он принят. То же самое касается и вопроса нежилых помещений в многоквартирных домах. Порядка десятка инициатив было самых разных и от субъектов Российской Федерации, и от отдельных депутатов, и от фракций, самые последние от фракций ЛДПР, которые были направлены на урегулирование данного вопроса. А вопрос действительно очень важный и очень здорово, что сегодня, я думаю, мы его все-таки примем по ряду причин. Первая причина – это безопасность. Самое главное, я думаю, она послужила основой для того, чтобы принималась решениями на сегодня. Это вопросы переноса, сноса, различных несущих конструкций, которые чаще всего на первом этаже, вот в этих нежилых помещениях, которые переведены из жилых, производятся. Никто за это фактически не отвечает. Многочисленные жалобы, которые поступают от наших избирателей, говорят о том, что проконтролировать, провести соответствующие обследования на настоящий момент практически невозможно. Направляете вы в органы местного самоуправления, они говорят, что нежилые помещения не являются предметом их контроля. Естественно, разрешение. Направляете в государственные органы жилищного надзора, вам отвечают, что это тоже не их полномочия, поскольку вот нежилые помещения, они выпадают из-под их влияния. Множественные переписки, прокуратуры, ну, изредка удавалось добиваться того, что все-таки обследование проводилось, соответствующие решения принимались. Никакой системной работы не было. Второй момент, который связан с нежилыми помещениями, это вопросы захвата общего имущества. И земельного участка, и соответствующих коммуникаций, которые проводят собственники этих нежилых помещений, которые потом, постфактум, жители вынуждены оспаривать. Вот в моем родном городе Ульяновске одна из крупных торговых сетей, расположенная на первых этажах многоквартирных домов, в семи своих магазинах провела соответствующую реконструкцию, фактически захватив несколько десятков квадратных метров в каждом магазине, подключившись к системам снабжения коммунальным в этих самых домах. Итак, мы пошли вместе с жителями, естественно, в суд, но суд, учитывая, с одной стороны, большие вложения, хотя я до сих пор уверен, что на нашей стороне была в данном случае и правда, на нашей стороне был и закон. Первое, это большие вложения, и второй момент, не знаю, может быть, была какая-то заинтересованность, потому что это действительно был очень крупный, и до сих пор является очень крупный, сетевой игрок на рынке города Ульяновска. То есть, фактически, в судах мы проиграли. Проиграли, и я надеюсь, что данный законопроект, данный закон, когда он будет принят, позволит защитить права граждан. Первое и второе, это все-таки создать условия для безопасного проживания в таких домах. Фракция КПРФ поддержит данный закон, еще раз повторяю. Спасибо. Пожалуйста, Качкаев, Павел Юрьевич. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, я очень коротко выражу позиции фракции «Единая Россия», почему фракция будет поддерживать законопроект 107-661-7, внесен депутатом Осиповым. Ну, первое, вообще эти два законопроекта, они об одном и том же, и, в принципе, касаются даже одних и тех же статей и глав жилищного кодекса Российской Федерации. И по лойке эти два законопроекта должны были просто объединить авторов и сделать из этих двух законопроектов один законопроект. Я не буду говорить о том, насколько важно сегодня принятие данного законопроекта, потому что те депутаты, которые работали в муниципалитетах, понимают, что такое реконструкция нежилых помещений. И здесь уже Алексей Владимирович нам об этом говорил, да и многие выступающие. Так вот, почему фракция будет поддерживать законопроект 107-661-7? Только по одной простой причине. Этот законопроект потребует меньшей доработки при подготовке ко второму чтению, потому что есть два момента, которые, на мой взгляд, являются тоже важными. Это то, что мы здесь прописали компетенцию жилищной инспекции по контролю за перепланировкой и по доступу в нежилые помещения, которые подлежат перепланировке. А так, я еще раз повторяю, эти законопроекты, в принципе, были внесены в один день с разницей только в три часа. Законопроект 107-661 был на три часа внесен раньше, чем законопроект альтернативный. Поэтому партия «Единая Россия» будет поддерживать законопроект 107-661. Спасибо. Спасибо. Коллеги, заключительное слово. Пожалуйста, Осипов Илья Владимирович. Будет. Будет. Включите микрофон, Осипову с места. Спасибо, коллеги, за вопросы, за активное обсуждение. Действительно, то, что вносили с разными авторами, и Галина Петровна Хованская, и то, что до нас вносили и Журавлев, и Смирнов, коллеги по шестому созыву, говорит о том, что проблема, она понимается всеми фракциями, и вопрос принятия одного или другого закона – это не вопрос политический, а вопрос более качественной правовой конструкции. Поэтому спасибо большое за участие, за обсуждение. Я надеюсь, что ко второму чтению мы все свои усилия, невзирая на фракции, объединим и сделаем качественный закон, который действительно будет работать в интересах гражданина, защищая жизнь, здоровье гражданина, защищая имущество наших граждан. Спасибо большое. Галина Петровна Хованская, с места, пожалуйста, включите Хованский микрофон. Уважаемые коллеги, я хочу сказать вам, что я всегда руководствуюсь принципом не «кто внес», «когда внес», а нужно решить проблему. Я эту проблему озвучиваю не позже на два часа, а с четвертого созыва, с 2005 года. Это для справки. Теперь я считаю совершенно неправомерным говорить о достоинстве возможности вхождения в помещение без согласия собственников. Это грубейшее нарушение права собственности и, соответственно, конституционные нормы. Так что я очень сильно сомневаюсь и не поддерживаю утверждений, что легче будет доработать законопроект, который внесен группой депутатов от «Единой России». Наш документ как раз не страдает такими изъянами. Что же касается присоединения общего имущества, и на сегодняшний день все это оформляется протоколом общего собрания. Это грубейшее нарушение уже действующих норм жилищного кодекса. Но я вас всех призываю поддержать. Любой, какой вам больше нравится по партийному принципу или по содержательному законопроекту, нам главное решить проблему. Спасибо. Пожалуйста, заключительное слово, Михаил Анатольевич Чернышеву. Нет, не хочет. Нет. Хорошо. Пожалуйста, полномочный председатель президента. Нет. Правительство. Нет. Уважаемые коллеги, ставится на голосование вопрос 35.1. Просьба о результате не показывать. Включите режим голосования. Продолжение следует... Спасибо. Вы наше голосование, да? Не за себя. Дальше открываем. Да, когда вы получите. И если один набрал, второй нет, первый принимается, второй не принимается. Спасибо. Покажите результат по законопроекту 35.1 о проекте федерального закона, внесение изменений в ЖК РФ в части переустройства и или перепланировки нежилых помещений в многоквартирном доме. Дальше. 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 В целях обеспечения принципа дифференциации условия отбывания наказания с учетом характера совершенных преступлений и строгости назначенного за них наказания, законопроектно также предусматривается внесение изменений в ст. 121, 123, 133 Уголовного исполнительного кодекса, изменяющих количество длительных свиданий для осужденных, отбывающих лишения свободы в строгих условиях, в помещениях камерного типа, в воспроительных колониях общего и строгого режима, а также в воспитательных колониях. Так предусматривается разрешить иметь три длительных свидания в течение года вместо двух в колониях общего режима, два длительных свидания в течение года вместо одного в колониях строгого режима и три длительных свидания в течение года в настоящее время неразрешенных в воспитательных колониях. Прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать закон управления. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, садоклад Валеев Арнес Абдулович. Мы договорились с заменой садокладчика. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, мы на заседании Комитета по безопасности против коррупции рассмотрели законопроект. И с учетом того, что он подготовлен для реализации постановления Конституционного суда, законопроект отвечает целям и задачам уголовно-исполнительного законодательства, отвечает принципам дифференциации в условиях отбывания наказания в зависимости от характера совершенного преступления и не влечет социальных последствий, приняли решение поддержать законопроект. Рекомендуем принять законопроект в первом чтении. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Есть вопросы? Есть. Включите запись на вопросы. Пожалуйста, Шведкин Юрий Николаевич. Спасибо большое. Юрий Сергеевич, у меня к Вам вопрос. Безусловно, я поддержу данный законопроект, направленный на соответствие приведения в Конституцию. И самое главное, социально полезные выстраивания отношений, это прежде сохранение семьи и так далее. Но в связи с этим у меня вопрос такой. У нас существует концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года, которая на сегодняшний день приостановлена, в которой многие вопросы учтены. Может быть, есть необходимость вернуться к ее реализации? Спасибо. Спасибо большое, уважаемый Юрий Николаевич, за Ваш вопрос. Мы эту концепцию в свое время разрабатывали, поддерживали. Я так понимаю, что там сложности с реализацией, они носят склонным образом организационно-технический и финансовый характер. Но вот этот законопроект затрагивает только частные вопросы реализации решения конкретного решения Конституционного суда. Поэтому здесь ситуация очевидна. Но я Вашу обеспокоенность тогда сообщу моим коллегам, которые занимаются реализацией этой концепции. Спасибо. Пожалуйста, Альшевских, Андрей Геннадьевич. Спасибо. Уважаемый Юрий Сергеевич, подскажите, вот согласно... Ну, понятно, что законопроект направлен на решение исполнения постановления Конституционного суда с целью смягчить отбывание граждан, которые осуждены и находятся достаточно пожизненными и так далее, наказания. Вы в пояснительной записке пишете, что принятие данного закона не повлекет негативных социальных последствий. Вот у меня к Вам вопрос. Как Вы считаете, родственники, кто пострадал от действий тех или иных граждан, которые сейчас находятся в местах, которые были признаны судом виновными, вот как Вы считаете, как они отнесутся к этому закону и будет ли это негативные социальные последствия от принятия данного закона? Иван Андреевич, спасибо большое Вам за Ваш вопрос. Ну, в вопрос уголовного наказания, в вопрос уголовной правовой политики в счастье назначения наказания всегда баланс определенный интересов общества и интересов потерпевших, ну и защищаемых, охраняемых законом интересов, в том числе и преступника, который совершил деяние. То есть этим законопроектом мы же не отпускаем этих людей из тюрьмы. Мы просто предоставляем тем людям, у которых не было возможности вообще ни разу увидеть своих родственников за первые 10 лет наказания, например, мы предоставляем им возможность однократного свидания со своими родственниками, исходя просто из гуманистических соображений. Поэтому я не думаю, что это как-то серьезным образом должно затронуть интересы потерпевших, потому что и само наказание, и его длительность остаются те же самые, то есть немножко смягчается режим его отбывания. Спасибо. Пожалуйста, Маринин Сергей Вадимович. Юрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, смогут ли осужденные разделить одно длительное свидание на несколько коротких? Это же позволит близким осужденных встречаться с ними чаще. Да, спасибо большое. Здесь надо уточнить, насколько я понимаю, нет, потому что для длительных свиданий, для краткосрочных, там установлен просто разный режим, в том числе разный режим и назначения, и осуществления. Я уточню у моих коллег, но я думаю, что нет. Спасибо. Пожалуйста, Плетнева, Тамара Васильевна. Юрий Сергеевич, вообще-то я в целом-то я поддерживаю этот законопроект, но меня смущает то, что вот те, кто пожизненно получил, я вообще сторонница смертной казни за то, что они делали, вот а теперь мы им смягчаем. Вот мне невозможно ли выбросить вот этот пункт для тех, у кого пожизненный? Какие мы еще свидания? Да, спасибо большое за ваш вопрос. Ну, во-первых, мы здесь как бы связаны определенным образом текстом решения суда, то есть мы уже реализуем состоявшееся решение, да, поэтому здесь скорее как бы у нас в отношении вот более мягких режимов, там просто, ну, мы чтобы ввести дифференциацию, там предложили как бы изменить общий порядок, вот то, о чем я говорил во второй части доклада, вот, потому что там решение конституционного суда, оно как раз, по-моему, по пожизненненьку и было, как бы, вот, вот, поэтому здесь у нас, как бы, честно говоря, маневра никакого не было, ну, здесь опять же, как бы вопрос просто, так сказать, это же такая гуманистическая норма, то есть это вопрос, да, мы же пожизненное само лишение свободы не отменяем для них, как бы, ну, просто вводим, как бы, некий, так сказать, некий шанс на исправление им, да, поэтому. Вот. Вот так. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, полномочный представитель президента. А, желающий выступить у нас, коллеги? Кто хотел бы выступить по данному вопросу? Нет. Пожалуйста, полномочный представитель президента. Нет. Заключительное слово. Пожалуйста, докладчик Юрий Сергеевич, вы у нас официальный представитель правительства. Нет. Спасибо. Эрнас Абдулович, есть желание заключить нам? Нет. Ставится на голосование вопрос номер 30 о проекте федерального закона внесения изменений в Уголовно-исполагательный кодекс Российской Федерации. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект первом чтении принят. Пожалуйста, 31 вопрос у нас, коллеги, о проекте федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере организационного обеспечения деятельности мировых судей. Доклад первого заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации Петра Павловича Серкова. Пожалуйста. Готов у нас докладчик? Нет. Коллеги, а кто от комитета у нас прокомментирует, в чем проблема? Пожалуйста, прокомментируйте, включите Брекину микрофон. Брекин тоже в командировке. Так, уважаемые коллеги, не, коллеги, знаете, у нас, мы обсуждали с вами в начале заседания, что порядок работы. У нас председатель комитета здесь присутствовал, вы данный вопрос, соответственно, вынесли. У нас что, не было понимания по поводу присутствия докладчика на утро? А при чем тут от фракции? Коллеги, коллеги, во фракции обсуждайте вопросы дисциплины и голосование за, против. А процедурный вопрос комитет, регламент. Значит, от комитета, первый заместитель, пожалуйста, Марданшин, включите, Рафаима Хатимовича. Уважаемый Вячеслав Викторович, первый заместитель у нас Высоков. Высоков не просит слова, учитывая, что вы у нас всегда от комитета докладываете, скажите. Я же тоже исхожу из того, что... Вячеслав Викторович, не готов ответить на этот вопрос. Я же готова, хорошо. Тогда Лысаков, который не просит слова. Уважаемый Вячеслав Викторович, Лысаков не просит слова, потому что у меня, к сожалению, тоже нет информации по этому вопросу. Да, коллеги, доработались. Значит, нет возражений, коллеги, если мы данный вопрос снимем с рассмотрения? Председателя нет, первый заместитель и заместитель, который обычно докладывает такие вопросы, не владеют информацией. Снимаем с рассмотрения сегодняшнего. Пожалуйста, вот Вячеслав Иванович получил информацию. Оперативная перешедшая информация Верховного суда с просьбой о переносе рассмотрения на 19 число. Спасибо. Дату рассмотрения, коллеги, есть предложение определить на Совете, запросив информацию вначале, почему у нас с вами вчера на Совете была информация, что данный вопрос готов к рассмотрению. Сегодня у нас на утреннем обсуждении также было все готово к рассмотрению. Но самое интересное, что не только докладчик отсутствует, но и содокладчик отсутствует. Поэтому эти вопросы, коллеги, наверное, можно взять и отследить. Таким образом, если никто не возражает, мы переносим с вами 31 вопрос и снимаем его с рассмотрения сегодняшней повестки. 32 вопрос. Ирина Анатольевна, на больничном, мне подсказывают коллеги. Нет возражений, что снимем? Также обращаем внимание комитет и первого заместителя, и заместителя о том, что... Коллеги, это же все было известно вчера и сегодня утром. Но на Совете, я говорю, вчера, я и говорю, вчера на Совете же было все известно. И утром сегодня было известно. Нет возражений? 32 вопрос. Снимаем с рассмотрения. Нет. Спасибо. Переходим, соответственно, в этом случае к 36 вопросу нашей повестки, коллеги. О проекте федерального закона, внесении изменений в статью 1 федерального закона о защите прав юридических лиц индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля, надзора и муниципального контроля. Доклад представителя Московской областной думы Вячеслава Борисовича Крымова. Пожалуйста, Вячеслав Борисович. Уважаемый Вячеслав Борисович, уважаемые депутаты, в настоящее время из-под действия федерального закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля выведена деятельность контрольно-счётной палаты Российской Федерации и контрольно-счётных палат субъектов Российской Федерации. В то же время ограничения, установленные данным федеральным законом, такие как составление долгосрочного плана проверок, согласование плана проведения проверок с органами прокуратуры, распространяются на деятельность муниципальных контрольно-счётных палат. Таким образом, муниципальные контрольно-счётные палаты и муниципалитеты лишены права осуществлять контроль за эффективностью использования муниципальных средств. Это приводит к созданию неравных условий осуществления контрольной деятельности, что отмечается в многочисленных обращениях органов местного самоуправления Московской области и других субъектов Российской Федерации. Московская областная дума провела широкое обсуждение по данному вопросу с участием представителей исполнительных органов государственной власти, муниципальных образований и контрольно-счётной палаты Московской области. Было высказано единогласное мнение о необходимости изменения федерального закона. Поэтому Московская областная дума разработала предлагаемый проект законодательной инициативы по изменению федерального закона в защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и предлагаем данную законодательную инициативу поддержать. Суд дает их изменения наделить контрольно-счётные органы муниципальных образований право контроля за эффективность использования муниципальных средств. Спасибо. Денис Борисович Кравченко. Пожалуйста, Денис Борисович. Спасибо. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, правовыми основами проведения проверок в рамках муниципального финансового контроля как внешнего, так и внутреннего являются специальные законодательные акты. Частью 3.1 первой статьи Федерального закона 294 определён перечень видов госконтроля, которым не применяются положения закона в части порядка организации и проведения проверок. Пункт 3 этой части относит сюда контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере, который включает в себя и внутренний, и внешний муниципальный финансовый контроль. Однако, поскольку в части 3.1 указаны виды контроля надзора федерального и регионального уровней, муниципальный формально не подпадает под эту норму. Законопроект устраняет такое несоответствие, при этом внесение иных изменений в 294-й федеральный закон не потребуется. В связи с этим комитет рекомендует принять законопроект. Спасибо за внимание. Спасибо, Денис Борисович. Пожалуйста, вопросы. Нет. Кто хотел бы выступить? Нет. Пожалуйста, полномочный председатель президента. Нет. Правительство. Нет. Заключительное слово докладчика. Вячеслав Борисович. Нет. Денис Борисович. Тоже нет. Нет. Ставится на голосование вопрос 36 нашей повестки. Включите режим голосования. Спасибо. Покажите результат. Законопроект в первом чтении принят единогласно. 37-й вопрос нашей повестки о проекте федерального закона внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Доклад Марины Алексеевны Мукабеновой. Пожалуйста, Марина Алексеевна. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается законопроект, продолжающий тему закона о мессенджерах. Мы вносим изменения в КОАП и устанавливаем административную ответственность за неисполнение организатора мгновенных сообщений, установленных законом обязанностей. Итак, в случае неисполнения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, и на юридических лиц от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Уважаемые коллеги, просим поддержать. Спасибо. Спасибо. Садоклад Александра Сергеевича Грибова. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, комитет рассмотрел внимательно предложенную инициативу. Он концептуально поддерживает, так как основной закон должен быть обеспечен нормами, которые закрепляются в Кодексе административных правонарушениях, но при этом имеем ряд принципиальных замечаний, которые я сейчас озвучу. Замечаний три. Во-первых, авторы законодательной инициативы предлагают установление административной ответственности за нарушение установленных законом обязанностей. При этом каких обязанностей конкретно в проекте закона не указано. Поэтому мы считаем, что необходимо эти обязанности конкретизировать. Второе замечание. Проект федерального закона в информации, информационных технологиях и защите информации, который как раз регламентирует вот это взаимоотношение по передаче мгновенными сообщениями, предполагает некоторые действия. В частности, обеспечение передачи электронных сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы. Второе – техническая возможность отказа от так называемого спама. Третье – это конфиденциальность передаваемых сообщений. Мы считаем, что эти действия, они разные по степени общественной опасности. И поэтому ответственность за нарушение каждого из этих действий должна наступать собственная. То есть здесь необходимо провести дифференциацию. И третий пункт. Авторами данных поправок предлагается установить, что дела об административных правонарушениях, которые предусмотрены новой статьей 13.35, рассматриваются органами внутренних дел, органами по контролю и надзору в сфере связи, а также судами, в случаях, если будет им передан должностным лицом на рассмотрение это дело. Мы считаем, что дополнительно данные дела могут рассматривать отдельные представители органов власти. То есть здесь тоже необходимо провести конкретизацию. А так повторюсь, что концептуально мы эту инициативу поддерживаем и с учетом высказанных замечаний считаем, что их можно доработать ко второму чтению. Спасибо. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Нет. Есть. Пожалуйста, включите запись на вопрос. Покажите список. Пожалуйста, Боева Наталья Дмитриевна. Спасибо, Вячеслав Викторович. Александр Сергеевич, а Вы не рассматривали вопрос, почему такая большая разница от трех тысяч до миллиона? Спасибо. Пожалуйста, центральный трибун. Спасибо, Вячеслав Викторович. На самом деле в заключении комитета и указано, что с учетом большой разницы в штрафных санкциях необходимо провести дифференциацию, потому что нарушаются абсолютно разные права здесь, да, разные действия совершаются, и они по степени общественной опасности также отличаются друг от друга, и поэтому здесь необходимо провести ко второму чтению, если Вы поддержите дифференциацию. Пожалуйста, Куринный. Алексей Владимирович. Спасибо. Александр Сергеевич, все-таки к вопросу технической возможности выполнить эти обязанности. Мы ее обсуждали в прошлый раз, так к единому мнению не пришли. Смогут ее выполнить сами вот эти владельцы этих мессенджеров или не смогут, потому что иначе штрафовать будем за то, что они сделать не смогут. Расшифровать они сегодня не могут технически, то, что передают между собой абоненты. И если по старому протоколу это еще как-то возможно, то по-новому это практически невозможно. Спасибо за вопрос. Мне довольно-таки сложно судить, смогут они или не смогут это сделать. Но если вообще ситуация обсуждается, если у них есть для этого необходимые полномочия, то они должны выполнять этот закон, а уже практическая возможность. Я думаю, что оценить ее мы здесь с Вами сможем, посмотреть, как реализуется этот закон на деле. Тут тонкий момент на самом деле по поводу штрафов. Еще раз говорю, разная степень общественной опасности в этих действиях. То есть одно дело, когда человек может отказаться от спама, другое дело, когда пользователь не идентифицирован. Поэтому здесь нужно смотреть детально на практику. Вы абсолютно правы. Но это новое регулирование. Поэтому в любом случае будут вопросы. Спасибо. Пожалуйста, кто хотел бы выступить? Нет. Спасибо. Пожалуйста, полномочный председатель президента? Нет. Правительство? Нет. Заключительное слово докладчику Марину Алексеевну. Есть желание? Нет. Александр Сергеевич, нет желания? Нет. Ставится на голосование вопрос 37 нашей повестки о проекте федерального закона, нанесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Включите режим голосования. Покажите результат. Законный проект первого чтения принят. Рассматривается 38 вопрос нашей повестки о проекте федерального закона, нанесение изменений в статью 10 Закона Российской Федерации о недрах. Доклад представителя Государственного совета Республики Коми, депутата Государственной Думы Ольги Викторовны Савастьяновой. Пожалуйста, Ольга Викторовна. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, на ваше рассмотрение вносится проект закона, которым предлагается внести изменения в статью 10 Федерального закона о недрах. Данное изменение позволяет увеличить срок для проведения работ по геологическому изучению недр с 5 до 7 лет. Данные изменения вызваны исключительно объективными, климатическими и ландшафтно-географическими обстоятельствами Республики Коми. Республика территории проживания относится к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям климат суровый, континентальный. Поэтому для того, чтобы качественно проводить эту работу, требуется соответствующее время. Есть поддержка профильного комитета Совета Федерации. Комитет профильной Государственной Думы также поддержал. Просьба принять данный закон, проект закона в первом чтении. Коллеги, спасибо. Садоклад Александр Николаевич Ищенко. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, необходимость изменений автора законопроекта обосновывает тем, что сложные климатические и ландшафтно-географические условия территории Республики Коми значительно ограничивают временные рамки и условия проведения работ по геологическому изучению участков недр. По своим климатическим характеристикам и экологическим параметрам Республика Коми относится к территории повышенного дискомфорта для проживания людей и отнесена к районам Крайнего Севера, а также климатические условия характеризуются как суровые. В 2007 и в 2013 году Государственная Дума уже вносила изменения в статью 10 закона о недрах и сегодня уже 10 субъектов Российской Федерации пользуются увеличенным сроком до 7 лет предоставления недр в пользование для геологического изучения недр. Это такие республики, как Сахай-Якутия, Красноярский край, Камчатка, Сахалинская область, Чукотка, Ямало-Ненецкий, Округ и так далее. С учетом предоставленного обоснования в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемое Государственным Советом Республики Коми изменения в статью 10 закона о недрах, считаем целесообразным. Комитет предлагает поддержать указанный законопроект в первом чтении. Спасибо за внимание. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Нет. Кто хотел бы выступить? Нет. Есть. Включите запись. Покажите список, пожалуйста, Сысоев Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги, вопрос очень важный, нужный. Естественно, регионы России очень долго добивались, чтобы продлить право изучения недр от 5 до 7 лет. И, конечно, впервые, наверное, региональная инициатива нашла такую быструю поддержку. Она была внесена буквально в феврале этого года. Сейчас мы ее принимаем. Но на чем хотел бы остановиться. Вот уже в обосновании докладчики сказали, что эти поправки в первую очередь обоснованы тем, что разрабатывать участки недра приходят из сложных климатических, ландшафтных, географических условий. И, конечно, это значительно увеличит временные рамки и условия проведения работ по геологическому изучению участков недр на данных территориях. Но что вам говорит данный законопроект? Сегодня мы добавляем в качестве перечня одного из субъектов и, соответственно, Республику Коми. Но если вы посмотрите субъекты, кто у нас сегодня перечислен в этом списке, то в основном, конечно, территории еще нам предстоит привести большую работу по геологическому изучению недр. Мы совершенно забываем про территории, которые сегодня у нас с вами относятся к артической зоне Российской Федерации. Это есть территория, где действительно сегодня также нужно продлить от 5 до 7 лет сроки проведения геологического изучения этих работ. Несмотря на то, что сегодня в законе о недрах у нас есть право предусмотреть продление этих сроков, но хорошо, чтобы это единообразие распространялось на все стубъекты Российской Федерации, где сегодня требуются эти разработки. И понятно, что сегодня большинство этих территорий перечислено с учетом действительно проведения работ именно по открытию новых нефтяных и газовых месторождений. Но какая еще у нас сегодня есть серьезная проблема в регионах? Это, конечно, нераспределенный фонд скважин. Часть из них является аварийным, часть из них является сегодня действительно экологически опасным. И та работа, которую очень долго, к сожалению, сегодня проводит Министерство Минприроды и Федеральное агентство по недропользованию, она вызывает серьезные опасения. Сегодня на балансе только рост имущества состоит более 130 тысяч скважин, которые находятся нераспределенно в фонде недр. И сегодня не хватает никаких федеральных источников для того, чтобы их содержать, в том числе, в нормальном экологическом безопасном состоянии. И слишком долго действительно сегодня правительство Российской Федерации никак не может определиться, что же делать с этими скважинами. И, конечно, здесь необходимо усилить работу, чтобы все-таки те поручения, которые были даны и Минприроды, и Минэкономразвитию выработать порядок, закрепляющий порядок передачи пользователями недр, ранее пробужденных скважин, чтобы эти вопросы были урегулированы. И это сегодня вызывает особую опасность у регионов и у властей субъектов. Спасибо за внимание. Сейчас расскажу. Пожалуйста, Медведев Иван Вадимович. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги. Фракция «Единая Россия» будет поддерживать принятие данного законопроекта в первом чтении. Прошу поддержать. Так, коллеги, спасибо. Пожалуйста, полномочный представитель президента. Нет, в дискуссии нет желания участвовать. Полномочный представитель правительства. А где у нас полномочный представитель правительства? А? Коллеги, но вы исходите из того, что процедурно мы обязаны предоставлять слово. И участие полномочного представителя правительства в законотворческом процессе необходимо. Поэтому определитесь. В случае, если отсутствует полномочный представитель правительства, кто будет его замещать? Да. Пожалуйста, Ольга Викторовна Савастьянова, заключительное слово. Нет. Садокладчик Александр Николаевич Ищенко. Нет. Коллеги, ставится на голосование вопрос 38 нашей повестки о проекте федерального закона внесения изменений в статью 10 закона российской федерации о недрах. Просьба включить режим голосования. Покажите результат. Законопроект первом чтении принят единогласно. К поведению, пожалуйста, Лысаков Вячеслав Иванович. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, в продолжении темы форс-мажора комитет просит по 39-му вопросу поменять докладчика с Крашенинникова Павла Владимировича Набахарева Константин Михайловича. Спасибо. А что такое форс-мажор? Дольщики, дольщики. Это требует отдельного объяснения потом. Хорошо. Коллеги, нет возражения? Нет. Нет возражения. Итак, рассматривается 39-й вопрос о проекте федерального закона внесения изменений в статью 19 федерального закона введения в действие части 1-го гражданского кодекса Российской Федерации. Учитывая, что у нас автор законопроекта Государственный совет Республики Крым предложил рассмотреть законопроект без участия своего представителя, со докладом выступает от комитета Бахарев Константин Михайлович. Пожалуйста. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, рассматриваем законопроект направлен на решение проблем управления в обществах с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Крыму и Севастополе. И связанных с наличием в составе участников этих обществ, юридических лиц, не приведших свои документы в соответствии с законодательством Российской Федерации в установленный срок. Я напомню, что этот срок был установлен до 1 марта 2015 года. Такие участники и юридические лица не имеют права осуществлять деятельность на территории Российской Федерации за исключением деятельности, направленной на прекращение их деятельности и подлежат ликвидации. Это требование статьи 19 52-го федерального закона. Нахождение таких юридических лиц до их ликвидации в состоянии участников добросовестно действующего общества затрудняет управление обществом, поскольку они, имея доли в уставном капитале, не имеют права участвовать в управлении обществом. В Государственный совет Республики Крым поступали многочисленные обращения от юридических лиц, действующих на территории Республики, с просьбой решить эту проблему для понимания масштаба бедствия. Скажу, что всего таких обращений было более 50, а суммарный уставной капитал этих обществ с ограниченной ответственностью превышает 2 миллиарда рублей. Согласно закону, участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности, либо своими действиями, либо же бездействием, делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет. Это положение статьи 10 Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью. Однако, по данным Государственного совета Республики Крым, проблема состоит в том, что участники общества зачастую не могут набрать необходимые 10% для обращения в суд. В качестве примера в Государственный совет Республики Крым обратилась строительная организация. В ее состав входит три участника с долями. Первый участник – это 82,641%, участник номер 2 – 9,434%. Участник номер 3 – 7,925%. Так вот, участники номер 1 и 3 не привели свои учредительные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации и не могут осуществлять права и обязанности участника данного общества с ограниченной ответственностью. В свою очередь, участник номер 2 не может требовать в судебном порядке исключения из состава общества участников номер 1 и номер 3, поскольку его доля составляет менее 10% у основного капитала общества. То есть, фактически, деятельность данного общества заблокирована, а между тем, в данном конкретном случае, эта строительная компания имеет обязательства по завершению строительства 13 многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Крым. Таких примеров, повторюсь, много, это не единичный случай. Более 50 обращений только в Государственный совет Республики Крым. В целях дополнительной защиты прав и законных интересов добросовестных участников общества, процедура исключения таких юридических лиц из ООО упрощается посредством снятия 10-процентного барьера для обращения в суд. При этом, акцентирую на это внимание, вопрос обоснованности требований об исключении из ООО в любом случае будет решаться в судебном порядке. Введение такого правила связано с особенностями включения в российский гражданский оборот юридических лиц, зарегистрированных на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь. На законопроект поступили положительные отзывы правительства Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Законопроект также поддержан Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. С учетом изложенного, Комитет по государственному строительству и законодательству рекомендует в Государственной Думе принять указанный законопроект в первом чтении. Благодарю за внимание. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Есть. Включите запись. Покажите. Так, Куриный, Алексей Владимирович, пожалуйста. У меня короткий вопрос. А по каким причинам эти участники не могут привести свои учредительные документы? В соответствии с законодательством Российской Федерации. Может быть, причину там надо корректировать, а не просто давать право участнику с небольшой долей, скажем так, реализовать своё право по исключению остальных? Или речь идёт об иностранных участниках страны Украины всё-таки? Фактически, спасибо, Алексей Владимирович. Фактически Вы сами ответили на свой вопрос. Естественно, в данном случае речь идёт о тех, кто не желает привести свои установные документы в соответствии с российским законодательством, потому что не имеет намерения работать в российской юрисдикции. Речь идёт о тех юридических лицах, которые работали в украинской юрисдикции. Шерин, Александр Николаевич. Константин Михайлович, эта норма будет действовать, как мы понимаем, на всей территории Российской Федерации. Вы просто Крым приводили, например, но этот закон будет действовать на всей территории Российской Федерации в отношении всех подобных юридических лиц. Или я неправильно понимаю? Нет, Александр Николаевич, эта норма будет действовать в отношении юридических лиц, действующих на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Я почему говорю? Желающий выступить, коллеги? Нет. Нет. Пожалуйста, полномочный представитель президента. Нет. Правительство. Нет полномочного представителя правительства. Докладчик. Есть желание? Пожалуйста. Короткая реплика. Поскольку я также определён выступающим от фракции, хотел бы проинформировать о том, что фракция «Единой России» будет поддерживать указанный законопроект. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, ставится на голосование вопрос 39 нашей повестки о проекте федерального закона, внесение изменений в статью 19 федерального закона о введении в действие части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект первом чтении принят единогласно. Поздравляю, коллеги. Рассматривается 43 вопрос, учитывая, что вопросы 41, 42 и 40 в такой последовательности нами были определены как вопросы, которые мы будем рассматривать в 16.00 на фиксированное время. Поэтому рассматривается 43 вопрос. Итак, о проекте федерального закона, внесение изменений в статью 14 Закона Российской Федерации о статусе судей в Российской Федерации. Доклад члена Совета Федерации Сергея Вячеславовича Калашникова. Пожалуйста, Сергей Вячеславович. Уважаемый Вячеславович, уважаемые депутаты Государственной Думы, говорить об актуальности, повышении справедливости, качества судебной системы Российской Федерации, наверное, не имеет никакого смысла, потому что это та тема, которая понятна и актуальность, которая осознается всеми. Однако есть одна проблема, которая на сегодняшний день требует принципиального решения. Это то, что судья на сегодняшний день не несет никакой ответственности, или, скажем правильнее, нет объективных формальных критериев ответственности судей за неправомерное решение. В соответствии со статьей 14 закона о статусе судей в Российской Федерации, 13 причин, по которым судья может быть отстранен от своей должности. При этом все эти причины реализуются только через внесение через Совет судей, и они никак не формализованы. То есть, другими словами, причины названы, а что является критерием, есть эта причина или нет, и она отсутствует. В статье 4 того же закона определяется полномочия досрочного прекращения, среди которых являются основы предоставления этих прекращения полномочий только судебным сообществам. Таким образом, эти неформализованные нормы противоречат статье 16 и статье 12 этого же самого закона, который гласят, что судья может быть привлечен, если не может быть привлечен, если не будет установлена его вина законным приговором суда. Статья 12 гласит, что за грубое нарушение прав участников процесса. Что может являться грубым нарушением прав участников процесса или искажение принципов судопроизводства? Это неправосудный приговор. Предлагается в данном законопроекте ввести формальную норму, если один и тот же судья за время исполнения своих полномочий трижды вынес неправосудный приговор, неправосудность которого подтверждается решением вышестоящих судов. То есть вышестоящие суды приняли решение, что тот приговор, который был вынесен, был неправильный. И если трижды судья это сделал за срок своих полномочий, это является объективным критерием, что дальше доверять этому судье право судить и ломать судьбы людей, наверное, не имеет никакого смысла. То есть этот закон можно рассматривать как чисто технический, который вносит просто объективный критерий, кого считать недобросовестным судьей и естественным образом от него избавляться. Однако оппоненты, в том числе и глубоко уважаемые оппоненты из комитета профильного, они считают, что данная норма противоречит как базовым гарантиям судьи, закрепленным в национальном законодательстве, так и то, что данный законопроект противоречит основополагающим принципам независимости суда. Ну, во-первых, независимость суда никоим образом данным законопроектом не нарушается, потому что речь идет о том, что вышестоящий суд фиксирует, что нижестоящий судья был неправ, а у нас для этого есть и касационные апелляционные суды, которые работают на эту независимость. Но и самое главное, что и Конституционный суд в своем решении 20 июля 2011 года постановил, что не может быть судьей человек, который нарушает основополагающие принципы судопроизводства. Таким образом, данным законопроектом в первом чтении на ваше решение выносится простая концепция. Будут ли объективные критерии избавления от неэффективных судей? Я даже не говорю о том, почему они неэффективны. Или мы опять будем иметь тех судей, которые могут нарушать сколько угодно, давать неправосудные решения, но при этом уволить их практически невозможно. Спасибо. Спасибо, Сергей Вячеславович. Присаживайтесь. С однокландом выступает Зарив Закирович Байгускаров. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги. Законопроектом предлагается дополнительный пункт 1 ст. 14 закона ОСАД судей Российской Федерации под пунктом 14, в соответствии с которым копеечное основание для приключения на полномочий судей добавит отмену судово-востоящей инстанции судебных решений, сделанных в три раза. Данный законопроект не может быть поддержан по следующим основаниям. Согласно пункту 2 ст. 16 закона ОСАД судей, судья может быть привлечена к ответственности только в случае, когда его вино доказано в преступном злоупотреблении либо в вынесении заведомо неправосудного судебного акта. По мнению автора, если, например, судья работает еще 10 лет, если в течение 10 лет три раза были отменены судебные решения, причем по любым основаниям, то есть он уже подлежит увольнению. Но здесь ведь надо иметь в виду, что судебные решения в основном отменяются из-за процессуальных ошибок, либо по вновь отключимся обстоятельствам. То есть это автор законопроекта не учтено. Также надо иметь в виду, что это, наоборот, приведет к зависимости судей, поскольку если будут какие-то просьбы судей, высшая судов, то есть судья, высшая судов, опасаясь отмены судебных решений и опасаясь увольнения, конечно же, будут идти на поводу и будут выносить неправосудные решения. Поэтому это ни в коем случае делать нельзя. Также автор законопроекта предлагает, по сути, без возбуждения уголовного дела, без проведения следственных действий, признать судью совершение преступления, то есть то, что он вынес неправосудный приговор, либо судебные решения. В связи с этим комитет предлагает законопроект отклонить. Спасибо за внимание. Спасибо. Коллеги, будут ли вопросы? Есть включить режим записи на вопросы. Покажите список. Сухарев Иван Константинович. Спасибо, Иван Иванович. Уважаемый Зарь Закирович, вопрос вам, как к бывшему судье, причем неплохому. Первое, это, конечно, хотелось бы услышать статистику какую-то, сколько, например, за 2016 год судей были лишены мантии. И вообще, я считаю, проблема-то на самом деле есть. Ну, какой механизм у вас в голове есть для того, чтобы решить эту проблему? Потому что зачастую, ну, суди выносят приговоры, решения, а никакой ответственности, к сожалению, не несут. Спасибо. Спасибо за вопрос. Но здесь надо разделять. Есть основания прекращения полномочия судей по дисциплинарным проступкам. То есть это несвязанность вынесения судебного решения либо приговора. По этому основаниям у нас прекращается полномочия. И я сейчас точно цифры не назову, но это примерно десятки случаев за прошлый год. Есть основания, когда выясняется, что судья вынес заведование права на судный приговор либо судебное решение. И поэтому основания уголовного дела возбуждается, и судью прекращается полномочия. То есть таких случаев, на самом деле, очень мало, буквально не хватает до десятки Российской Федерации. Но я считаю, что здесь в данном случае надо просто, может быть, более принципиально рассматривать судьям те или иные решения, когда видно, что это есть заподробление положения или его нет. Потому что, повторюсь, есть очень много случаев, когда просто судья из-за большого объёма работы допускают просто технические ошибки либо процессуальные нарушения. И поэтому основания большинства судебных решений отменяются. Спасибо, Шерин Александр Николаевич. Зарев Закирович. Ну, любая законодательная инициатива из недр ЛДПР, она вызвана тем, что существует проблема, которую необходимо решать. И если коллега наш нёс эту инициативу, значит, действительно, проблемы существуют, и наши избиратели к нам по этой проблеме обращаются. Вот, на ваш взгляд, и по мнению ваших коллег по комитету, вас не устраивает количество или сам принцип, то, может быть, не 3, а 5, 10, 15, или, по мнению члена вашего комитета, судья может выносить бесконечное количество решений, которые будут в вышестоящей инстанции отменяться, и он, соответственно, по мнению вашего комитета, не может понести никакой ответственности. Может быть, вы бы от комитета предложили большее количество решений, 5, 10, 15, 20, но всё-таки какой-то барьер, в принципе, должен быть у судьи. Спасибо. Что за вопрос? Ну, здесь дело не в количестве, а в принципе, потому что, я вам даже приведу пример, если всегда считать по количеству, например, подаётся заявление о взыскании правосроченной заработной платы работникам одного предприятия, то есть их может быть 100 человек, и судья при вынесении решения может просто какую-то техническую ошибку совершить, и будет 100 отмен судебных решений. То есть даже вот 5, 10, 20 невозможно, потому что, повторюсь, это просто техническая ошибка, процессуальное нарушение, допущенное судьёй. И, конечно, его тогда надо будет нам сколько раз увольнять, если такая ошибка была допущена. Я считаю, ещё раз повторюсь, что это неправильный подход, потому что ещё есть такое основание – отмена судебных решений по вновь открытым обстоятельствам. То есть судья вынес правильно, но, однако, были обстоятельства, которых он об этом не знал, или потом были выявлены, они после уже вынесения судебных решений. И за это его увольнять, конечно, не стоит. Спасибо. Лебедев Игорь Владимирович. Спасибо, Иван Иванович. У меня вопрос и к автору законопроекта, и к представителю комитета. Вот существует ли какая-нибудь статистика, сколько решений судов было отменено, сколько людей пострадало от неправомерных решений судов, сколько людей провело лишние годы заключения, либо заплатили неправильно назначенные штрафы. И вот, Сергей Вячеславович, вами при подготовке данного законопроекта проводилась какая-то аналитика вот по всем этим подобным случаям. И, Зарьев Закирович, на сегодняшний день хоть какая-нибудь ответственность судьи за то, что он выносит неправильное решение, которое впоследствии отменяется вышестоящей судебной инстанцией. Существует или нет? Сначала, Сергей Вячеславович, пожалуйста. Спасибо большое, Игорь Владимирович. Действительно, ну, естественно, при подготовке законопроекта мы отталкивались, в том числе и от реальной статистики. Реальная статистика за 2015 год, за 2016-й у нас нет. 0,5% всех дел были вышестоящими инстанциями отменены. Что касается реальной ситуации, то по экспертной оценке до 10% всех судебных решений вообще-то не являются полностью правомерными. И сразу хочу ответить на тот вопрос, который здесь звучал. Коллеги, что касается по вновь открывшимся обстоятельствам, то, может быть, это упущение законопроекта, тут, безусловно, не должно распространяться эта норма на суде. И, ну, действительно, новая открылась. Что же касается того, что судья, занятый, чего-то не сделал процессуально, то человеку, которого он осудил и который сидит, от этого не легче. Это значит, он неквалифицированный, и гнать его надо. Спасибо. Пожалуйста, Зарим Закирович. Ну, по вопросу имеет... Вы часто называли, что 10%, конечно, здесь не 10%, которые вынесены незаконно. В тот период, когда я работал, это было всего 98% были утверждаемы. То есть это законно обоснованное вынесенное судебное решение. Что касается по ответственности судей, сегодня, конечно, предусмотрено для каждого судьи качество работы, в первую очередь, и, конечно, срок рассмотрения. И там есть такое понятие утверждаемость. Если у судьи, например, очень большое количество судебных решений отменяется, соответственно, он вызывается в полисновой коллегии, и рассматривается его соответственно занимаемый должность. В чем проблема? Почему он так много допускает ошибок? То есть такая ответственность предусмотрена на сегодня. Спасибо. Швыткин Юрий Николаевич. Спасибо большое. Сергей Вячеславович, к вам вопрос. Будучи представителем Комитета по законности в Законодательном собрании Красноярского края, мне достаточно много приходилось работать с судейским сообществом в части согласования для назначения их должности. И, исходя из анализов, в том числе проведенного, делая акцент на выступление Зарива Закировича в одном посыле, сегодня существует, насколько я понимаю, норма за грубое нарушение. Он сегодня прекращает свои полномочия, с учетом вышестоящей инстанции, решения суда и так далее. Значит, у меня к вам вопрос. Боясь от того, что вышестоящая инстанция исследует вопрос о его каком-либо вынесенном решении и примет решение, что оно было неправомерное, не повлияет ли на его объективное вынесение приговора им? Спасибо. Я очень понял вопрос по одной простой причине. Любое судебное решение суда первой инстанции практически в 100% случаев идет на касацию и на апелляцию. То есть любой судья знает, что его дело будет рассмотрено вышестоящими судами. Это первое. Во-вторых, а что он должен бояться, если он правильно судит? Да, действительно, он будет бояться принять неправосудное решение по тем или иным мотивам, о которых я не хочу говорить, зная, что последует его увольнение. А сейчас он не боится принимать эти решения. Центральную трибуну включить. Ну, еще я хотел бы дополнить, что вот эта утверждаемость, либо те отмененные судебными решениями приговора влияют на судьбы судей, потому что при переназначении на это в первую очередь обращается внимание. Что касается вот по сейчас, по последнему вопросу, они тогда будут бояться, потому что это не секрет, когда судьи высшедшей инстанции к ним обращаются на настоящем какое-то либо судебное решение, либо по уголовному делу. Соответственно, потому что они будут понимать, если они его не послушиваются, его решение, приговор будет отменен, и он потеряет свою работу. Они будут этого просто бояться. Зачем этого надо идти? Они должны быть самостоятельными, и даже сами принимать решение соответственно с законом. Спасибо. Куриный Алексей Владимирович. Спасибо. У меня вопрос сразу к двум докладчикам. Первый вопрос касается все-таки статистики. Сколько за 10 лет в среднем федеральный судья ошибается? Вообще есть такие судьи, которые не ошиблись там ни разу, или которые вообще соответствуют критериям, которые сегодня предлагаются? Второй вопрос. В рамках нашей вертикально интегрированной судебной системы не будет ли вот этот вариант, который предлагается, своеобразной дубинкой в руках вышестоящей судебной коллеги или председателя суда, для того, чтобы неугодных судей просто убирать? И третий вопрос. Не является ли выборность судей вот возможностью решения этого вопроса? Именно судей районного уровня, я имею в виду, низового. Сергей Вячеславович, начните вы. Вопросы все важные. За 10 лет статистики нет. Как я говорил, мы запросили судебный департамент, получили за 15-й год. Экспертная оценка, ну вы же понимаете, плюс-минус, она достаточно большая. Есть судьи, которые никогда, вышестоящие судебные инстанции, решения которых не отменялись. Ну, наверное, нормальная судебная система, она и должна так работать. Теперь, что касается зависимости, вот мне вообще не понятен этот мотив. Коллеги, на сегодняшний день судья абсолютно зависим от председателя суда. Просто, знаете, как в армии. Задача этого законопроекта вывести его из прямой административной зависимости неконституционной председателя суда и отдать на решение других судей вышестоящей инстанции. Теперь, что касается выборности судей. Это слишком серьезное предложение, изменяющее нашу судебную систему. Я сейчас не готов его обсуждать. Известна только американская практика, но она, на мой взгляд, тоже, ну, скажем так, достаточно сомнительная. А кто избирать будет и кто считать будет? Спасибо. Ну, что касается вопроса по средней отмене судебного решения на одного судью, это около 1%, даже вот чуть меньше 1%, если взять среднюю температуру по больнице. Но вот у меня ни одного судебного решения отмененного не было за весь период работы или приговора. То есть у кого-то больше, у кого-то меньше, поэтому здесь вот точно сказать невозможно. Что касается вот сейчас по ответу предыдущему, судья никак не зависим от самого председателя суда. Как он может быть от него зависим? Потому что он дело сам лично рассматривает. И какой-то зависимости от председателя никогда не было и не должно быть. А то, что вот сейчас сказали по дубинке, конечно, я здесь согласен. То есть такое может быть, потому что если судья принципиально слишком, он вносит законно обоснованное решение, то есть если кому-то не нравится, то так могут поступить. Это да, такая опасность будет, если мы и примем законопроект. Спасибо. Тумусов Федот Семенович. Спасибо. У меня вопрос к автору законопроекта. Уважаемый Сергей Вячеславович, я согласен, что судебная реформа у нас в стране давно назрела. И какие-то критерии найти недобросовестности судей, наверное, надо. В связи с этим у меня вот такой вопрос. Как вот несетесь в таком предложении, чтобы не просто вот отмена решения, а еще и частное определение. Вот когда высшестоящий суд видит, что неправосудное решение принято, они принимают так называемое частное определение в отношении суда, судьи, который принял решение. Но у нас на практике случается так, даже в отношении, в которых принято частное определение о неправосудности и принято им решение, они даже претендуют, например, на роль председателя Верховных судов, субъекта Федерации. Вот этот критерий, как вы относитесь к этому вопросу? Спасибо. Уважаемый Федор Семенович, ну на сегодняшний день в судебной системе частное определение высшестоящего суда, оно возможно, точно так же, как и частное определение судебной коллегии или судебного сообщества. Вопрос стоит о другом. Норма есть, но насколько она применяется? Да никак она не применяется, по той простой причине, что опять-таки нет объективного критерия. Спасибо. Да, пожалуйста, центральную трибуну. Хотел бы только здесь добавить, что вот сейчас коллега, который задавал вопрос, говорит о неправосудном судебном решении. Неправосудное судебное решение это уголовно наказуемые деяния, то есть по данному факту возбуждается уголовное дело и судья на этом основании прекращает полномочия. Здесь, если, то есть, может быть только речь о том, что допущены ошибки и они провели отмену судебного решения. Спасибо. Дропека Елена Григорьевна. Агартунг на карточку Дропека. У меня вопрос к докладчику и к судокладчику. А как быть в этой ситуации, когда несколько инстанций утверждают решение и одновременно есть аналогичные решения по такой же ситуации, прямо противоположные? И как вот тут быть? Причем три инстанции в одной ситуации принимают одно решение, и в той же самой ситуации три инстанции принимают совершенно противоположные решения. Как вот вы видите решение такого рода проблем? Спасибо. Вы знаете, проблема единообразных решений по абсолютно аналогичным судам, я сам неоднократно сталкивался, будучи председателем фонда социального страхования. Мы даже с Верховным судом проводили в Приволжском округе совещание председателей судов по этому тему, по этой теме. Два одинаковых дела, два суда принимают совершенно противоположные решения. Я думаю, что эта проблема существует, но это не предмет данного законопроекта. Я думаю, что это проблема всей судебной системы и ее повышение эффективности. Центральная трибуна включите. Здесь я хотел бы дополнить, что такое имеет мысль быть иногда редко, но для этого есть Верховный суд Российской Федерации, есть Плены Верховного суда. При таких случаях они вопрос рассматривают и дают рекомендации нежестоящим судам. Спасибо. Марченко Евгений Евгеньевич. Сергей Вячеславович, вот у меня к вам вопрос. У нас в Уголовном кодексе есть статья за заведомо неправосудное вынесение приговора. То есть у нас, когда... То есть если, например, есть какие-то факты, есть информация о коррупционном поведении судей, о том, что решение было им вынесено заведомо неправосудно, то, как валив коллегия, разбирается с этой ситуацией и потом передает дело в Следственный комитет. То есть после этого судья теряет свой статус и возбуждается в отношении него уголовное дело, так сказать. Это первое. Поэтому то, что вы предлагаете, в этом, во-первых, нет никакой необходимости. Второе, я также согласен, что если принять ваш законопроект, то суд первой инстанции начнет подсогласовывать свои решения с судом, например, апелляционной инстанции. Это второе. Третье. Например, возникает ситуация, когда суд первой инстанции принял решение, апелляция там отменила, значит, касация... Евгений Евгеньевич, честно говоря, я не знаю, слышал ли вопрос Сергея Вячеславовича, я вопрос не услышал, я несколько утверждений услышал. У вас есть вопрос? Прозвучал? Пожалуйста, Сергей Вячеславович, вы услышали вопрос. Уважаемый Евгений Евгеньевич, не кажется ли вам, что вы сами себе противоречите, впрочем, как и российское законодательство. Заведомо неправосудное решение. Заведомым неправосудное решение может быть только в том случае, если уже установлено или следствием, или судом, что это человек взял взятку или еще что-то. Вы же говорите, заведомо неправомочное, давайте направим, пусть расследуют, было оно заведомым или не было. Ну, согласитесь, что это противоречие. Из-за этого противоречия заведомо неподсудные решения можно пересчитать по пальцам. Там трех судей осудили, там, но это, как правило, те суди, которые уже были в оперативной разработке до момента принятия решения. Не о каких судебных ошибках или из-за взятки, или из-за безграмотности, о заведомости говорить нельзя, потому что это вещи недоказанные. Спасибо. Вострецов Сергей Алексеевич. Да, трудно не согласиться с коллегами из ЛДПР. Действительно, проблемы в судебной системе существуют, однако, насколько я понял, что в вашем законопроекте нет перечня причин, по каким отклоняется судебное решение. Ведь одно дело, когда судебное решение отклоняется за грубое нарушение, в том числе и техническое, другое дело, когда повновь открытое обстоятельства. В этой связи у меня вопрос-предложение. Может быть, действительно стоит автору отозвать и доработать законопроект и внести заново? Сергей Алексеевич, большое спасибо. Я уже говорил. Коллеги, я считаю, что действительно, не в плане перечня. Мы здесь полностью доверяем вышестоящей судебной инстанции. Мы не можем дать окончательного перечня жизни. Она слишком многообразна. Высший суд решит. Ну, высший я имею в виду вышестоящий. А речь идет о том, что я согласен, что нужно, возможно, доработать перечнем, исключающим увольнение судей. Как-то, допустим, вновь открывшиеся обстоятельства, о которых я говорил. Или еще какие-то специалисты подскажут вещи. Но это предмет не первого чтения. Это предмет второго. Сейчас мы решаем концептуальный вопрос. Вводим формальные показатели избавления от недобросовестных судей. Или продолжаем не иметь никаких опор, никаких точек, по которым мы можем объективно квалифицировать неспособность судей продолжать эту деятельность. Спасибо, Зарев Закирович. Присаживайтесь. Коллеги, будут ли желающие выступить? Есть? Включите режим записи на выступление. Покажите список. Гартунг, Валерий Карлович. Кто от фракции, говорите, я буду ставить время соответствующее. Спасибо. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги от фракции. Наша фракция не поддержит этот законопроект не потому, что мы считаем, что нет проблемы, а потому, что, к сожалению, этот законопроект не решает существующую проблему. И мы считаем, что ее решать нужно по-другому. Прежде всего, хотелось бы сказать о самой проблеме. Сегодня, к сожалению, решений, которые общество считает несправедливыми, неправосудными, достаточно много. Мало того, к сожалению, судебная система не может сама самостоятельно на сегодняшний день с этим справиться. Я, когда задавал вопрос, привел пример, когда есть решения, которые устояли в трех инстанциях, причем есть решения трех инстанций, которые устояли как в одну сторону, так и в другую, а Верховный суд отказывается их рассматривать в силу малости сумм, еще каких-то причин. И получается, что у нас выстраиваются вертикальные решения, прямо противоположные друг другу по одной и той же ситуации, но не разрешенные Верховным судом. И в этой ситуации какую сторону считать, какое решение считать неправосудным, это вопрос повисает в воздухе. К сожалению, тот законопроект, который сегодня мы рассматриваем, такого рода ситуация не разрешает. И мы считаем, что, как было уже сегодня сказано нашими коллегами из КПРФ, мы считаем, что переход к выборности судей это как бы проблему мог бы разрешить. Потому что, когда нет согласия в судейском сообществе, когда, и подчеркиваю, существует несколько разных решений, прямо противоположных по одной и той же теме, тогда народ должен принимать решение, какое он считает правильным, а какие нет. И он в результате голосования за того или иного судью он примет решение. И вот это будет складывать правоприминительную практику, которая будет соответствовать волеизъявлению граждан или тому, как граждане считают, что они считают справедливым или несправедливым. Исходя из этих аргументов, мы призываем всех отклонить от законопроект, но в то же время считаем, что к проблеме нужно вернуться и решать ее по-другому. Спасибо. Спасибо. Иванов Сергей Владимирович. Спасибо. Уважаемые коллеги от фракции, Иван Иванович. А, от фракции. Вы знаете, в России, как говорят, от суммы до тюрьмы не зарекайся. Насчет суммы не знаю, люди многие тут обеспечены. Насчет тюрьмы, в тюрьму попадают через суд. Поэтому, кому не интересно, можно, в принципе, если человек позволит, зал покинуть и совершенно спокойно обсудить там в кафешке свои насущные вопросы. Вот Валерий Кажев говорит, давайте выбирать судей. Было такое в советское время. Я еще помню, знаете, в 18-м году, в 17-м и даже раньше, тоже выбирали командиров и начальников. Чем это, товарищи, закончилось? Тем же, кого солдаты выбрали, тех, кто их не посылал в наряд, тех, кто не заставлял их ходить в атаку и так далее. Поэтому не факт, что выборные судьи, не факт абсолютно, будут действительно нормально судить, потому что и в советское время хватало злоупотреблений. Это первое. Второе. Я считаю, что Зарев Закирович, как бывший судья, вообще не имел права докладывать данные закона проекта. Ну, так скажем, для чистоты отношений, поскольку это уже конфликт интересов. Следующий момент. Судьи наши независимы. Независимы настолько, что, я не знаю, кто не в курсе, была замечательная история. Есть такая категория людей, которые, подделывая голоса, звонят то Порошенко, то еще кому-нибудь, представляясь тем или тем. Называются они, почему-то, каким-то словом пранкеры. Не знаю, откуда он происходит, но неважно. И вот этот вот товарищ названивал судьям, представляясь, то там из генпрокуратуры, то из Верховного суда, то еще, и просил принять то или иное решение. Судьи у нас были настолько независимы, что все решения, которые он просил, принимали. И посадили этого Гаврика только тогда, когда он все вот эти свои извержения приколы стал в сеть выкладывать. Вот такая у нас независимая судебная система. Коллеги, если кто-то законопроект не читал, ну ладно, не читали, бог с ним. Но вам автор говорит, что не касается это никаких технических ошибок. Это касается только тех случаев, когда судья заведомо нехороший человек. Вот, например, как у нас в Ростове. Не знаете, чем закончилась, например, ситуация с девушками, которые вбрасывали в бюллетени. Судья, видя, что в зале присутствуют журналисты, сказал, что я удаляю совещательную комнату и удалился. После этого из зала суда удалились обвиняемые вместе с адвокатами. Все удалились, сидят журналисты, ждут суда, когда судья выйдет, огласит приговор. А судья не выходит приговор оглашать. Тогда один из журналистов пошел в канцелярию. Ему злая секретарша говорит, а судья не обязан вам ни о чем объяснять. Все. Они досидели до вечера и ушли, не солоно хлебавшие. А потом на сайте суда прочитали решение суда, которое говорило о том, что наши девушки практически ни в чем не виноваты, ну их маленько там накажут деньгами. Что с таким судьей делать? Что с таким судьей делать, коллеги? И вы еще говорите, давайте мы не будем их трогать. Вот извините, конечно, Зарис Акирович, посмотрите выступление. Он мне, так сказать, непроизвольно объяснил, что судьи не должны бояться принимать неправосудные решения. Вот в этом случае судебная система будет работать. А для чего все это создавалось, коллеги? Вы что, разве не понимаете? Вот мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. У нас после того, как одни захватывают власть, они начинают расставлять всех по своим местам. Всех судей, за исключением судей мировых, назначает президентская вертикаль. Прокуроров назначает Совет Федерации. Это да, совершенно верно. Все, коллеги, этим все сказано. Никогда вы не получите нормального правосудного решения. Здесь маленькая робенькая попытка. Товарищи, трижды попался, давайте выгоним его. Не, вы даже этого не хотите. И поэтому, коллеги, вы уж извините, но как не вспомнить старый классический фильм. Теперь у нас во всех судах, наверное, судебный заседатель говорит, встать суд идет, самый гуманный наш российский суд в мире. И все становятся и аплодируют. Не доверяют нашему суду и не доверяют в том числе и потому, что вот вы вот так наплевательски к этому относитесь. Вот извините, коллеги, но так оно и получается. Спасибо. Спасибо, Сергей Владимирович. Но все-таки нельзя призывать к принятию неправосудных решений. Пожалуйста, Синельщиков Юрий Петрович. Юрий Петрович долгое время работал в органах прокуратуры и был одним из руководителей прокуратуры города Москвы. Послушаем. Спасибо. Уважаемые коллеги, ну, проблема действительно есть, и она очень острая, очень серьезная. Знаете, мне несколько лет назад, но не так давно, когда я уже был депутатом, один из начальников колонии сказал, у меня примерно 10% лиц отбывают наказание необоснованно. Приговоры в отношении них являются необоснованными. Я верю ему, он это достаточно, хотя и на общем уровне, разумно смог доказать и обосновать. Нет никаких сомнений в том, что ответственность судей за законность принимаемых судебных актов необходимо повышать. Но не таким, извините, Сергей Вячеславович, сомнительным способом. Законопроект не может быть поддержан по следующим основаниям. Ну, во-первых, законопроект предполагает введение ответственности в том числе и за те незаконные решения, которые были приняты судьей за весь период ее судебной деятельности. А здесь могут быть решения, которые приняли 20, 30 и более лет назад. Полагаем, мера слишком будет суровой, ведь, обратите внимание, даже лица, которые совершили особо тяжкие преступления, по закону освобождаются от ответственности со дня совершения преступления, когда со дня совершения преступления стекло 15 лет. Во-вторых, об этом здесь еще уже говорилось, я подчеркиваю, что решение суда, в нашем случае судей, может быть отменено вышестоящим судом и при полном отсутствии виновности судей, например, ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Это заведомо ложность показаний потерпевшего или свидетеля, это заключение эксперта заведомо ложные, подложность вещественных доказательств, преступные действия следователя, прокурора, которые повлекли за собой вынесения неправосудного судебного акта и так далее. Ну и в-третьих, введение суровой кары за отмененные судебные акты непременно приведет к тому, что незаконные приговоры, постановления, решения и определения судей будут отменяться реже. Сейчас вышестоящие суды и без того не торопятся с отменой незаконных актов в целях борьбы за стабильность приговоров. За стабильность приговоров. Это весьма важный показатель в деятельности функционирования судебной системы. После принятия законопроекта появится еще один мотив не отменять решение, особенно в третий раз. Это судейская солидарность, желание спасти ниже стоящего коллега от утраты статуса судьи. Следовательно, принятие законопроектов существенно ухудшит положение лиц, права которых были нарушены в результате судебного произвола. Пути решения. Мы полагаем, что, конечно же, это прежде всего выборность судей, это возврат восстановления института судебных заседателей. Судебные заседатели, сколько бы мы их не критиковали и когда они существовали и сейчас, они, слава богу, очень часто мешали судьям принимать незаконные судебные акты. Очень часто мешали. Ну и, в-третьих, это упрощение порядка привлечения судей к уголовной ответственности. Сейчас такая многокаскадная процедура, столько надо получить в согласовании, чтобы возбудить дело или предъявить обвинение, что очень часто эту многокаскадность невозможно преодолеть. Фракция предлагает не поддерживать этот законопроект. Спасибо. Пожалуйста, Марченко Евгений Евгеньевич. А кто от фракции из вас? Марданшин. Марданшин, Рухаин Михайлович. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, ну, прежде всего, Сергей Вячеславович, вы свой законопроект согласовали как-то судейским сообществом, советом судей, спрашивали вы их мнение по своему законопроекту. Я думаю, что оно будет крайне отрицательное. Прежде всего, почему? Потому что ваш закон бьет по основополагающему принципу Конституции это независимость судей. Как уже здесь было сказано, если ввести сейчас эту норму, то судьи первой инстанции начнут подсогласовывать свои решения с судами апелляционных инстанций. Сейчас уже есть эта порочная практика, но она будет еще больше. Это первое, что я хотел сказать. Второе, вот представитель комитета вам говорил, по вновь открывшимся обстоятельствам. Мы с вами на комитете вспорили на эту тему, когда я вам сказал именно этот аргумент. А что делать, если будет вынесено отменено решение по вновь открывшимся обстоятельствам? Вы сказали, что на апелляционные инстанции это невозможно. Вот статья 371 ГПК, пожалуйста, откройте, там все это написано. Второй момент. Третий, значит, на сегодняшний день куриционные коллеги судей, они очень, так скажем, жестко относятся к тому, когда действительно много отмен. И если есть, например, информация о совершенном преступлении, и вот то, что я сослался на статью «Заведомо неправосудное решение», они передают материалы сразу же в Следственный комитет. Почему «Заведомо неправосудное решение»? Потому что у состава преступления есть как объективная сторона преступления, так и субъективная в виде психического отношения, скажем так, лица к совершаемым деяниям. То есть, это что? Должен быть прямой умысел в форме вины, понимаете? А то, о чем вам здесь уже много раз говорили, если человек совершил судебную ошибку, это раз, могут отменить. Второе, если меняется коллега, судебная практика, например, есть такое понятие в судопроизводстве. Это когда, к примеру, суд первой инстанции принимает решение, его отменяют, а дальше меняется через год судебная практика. И Верховный суд, например, признает решение первой инстанции правильным, а судьи уже, как сказать, лишили полномочий и должности. Что в этой ситуации делать? Потом, квалив коллегии, например, если у судей действительно много отмен, там есть свои формы наказания у них, как, например, классный чин не повышается, потом, там есть отчисление зарплаты у них, то есть там они следят за этой ситуацией, вплоть до того, что есть у них свой бюллетень, например, где они информацию ставят, у кого из судей много отмен. Поэтому, уважаемые коллеги, извините, что вас отвлек, я считаю, что этот законопроект ни в коем случае нельзя поддерживать. Спасибо за внимание. Спасибо. Мардан Шенарфаэль Мирхатимович от фракции. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, фракция «Единая Россия», в целом, соглашаясь с тем, что в судебной системе имеются определенные проблемы, но в то же время не поддерживать данный законопроект, который направлен на то, чтобы дополнить федеральный закон о статусе судей Российской Федерации, пунктом устанавливающим, что полномочия судей прекращается в случае вступления в законную силу решения суда в вышестоящей инстанции, в третий раз отменяющего решение суда в вышестоящей инстанции, принятого единолично одним и тем же судей в течение срока его полномочий. Следует отметить, что предложенные законопроектом изменения вступают в противоречие как с международными стандартами организации судебной власти, так и с базовыми гарантиями, которые закреплены в национальном законодательстве. В частности, пункт второй основных принципов, касающихся независимости судебных органов, принятых седьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, гласит, что судебные органы решают переданные им дела беспристрастно, на основе фактов и в соответствии с законом, без каких-либо ограничений, неправомерного влияния, побуждения, давления, угроз или вмешательства, прямого или косвенного, чей бы то ни было стороны и по каким бы то ни было причинам. И толкование закона, оценка фактов и доказательств, осуществляемые судьями для принятия решений по делам, не должны быть поводом для гражданской или дисциплинарной ответственности, за исключением случаев преступного умысла или грубой небрежности. Данные, приведенные международные стандарты и гарантии, также нашли отражение в национальном законодательстве. Одним из основополагающих принципов независимости судей, закрепленного Конституцией Российской Федерации, является самостоятельность принятия судей решения при осуществлении правосудия. Основы правового статуса судей конкретизированы в Федеральном конституционном законе о судебной системе Российской Федерации и положениях закона Российской Федерации о статусе судей в Российской Федерации. Так, согласно действующего законодательства, судья не может быть привлечен к какой-либо ответственности за выраженные им при осуществлении правосудия мнения и принятые судом решения, если только вступившим в законную силу приговору суда не будет установлена виновность судьи в преступном злоупотреблении либо вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Таким образом, судья не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за сам факт принятия незаконного или необоснованного судебного акта в результате судебной ошибки, явившихся следствием неверной оценки доказательств по делу, либо неправильного применения норм материального или просоциального права. Следует отметить, что устанавливая в качестве общего правила запрет на привлечение судей к дисциплинарной ответственности за выраженные им при осуществлении правосудия мнения и вынесенные судебные акты, федеральный законодатель допускает объективную возможность ошибок при толковании и применении норм материального и просоциального права в ходе разрешения конкретного дела, которые подлежат исправлению вышестоящими судебными инстанциями. При этом, исходя из судебной практики, суды различных инстанций при пересмотре судебных актов нижестоящей инстанции не всегда принимают единообразные решения об отмене, пересмотре либо оставлении в силе судебного акта. И вот те проблемы, которые были обозначены и подняты данным законопроектом, и в том числе проблемы, которые были высказаны Калашниковым Сергеем Вячеславовичем, именно он говорил о том, что существуют и проблемы в зависимости судей от председателя суда, то мы считаем, что да, возможно, такие проблемы есть, но они должны решаться, они не являются предметом данного законопроекта, и в связи с этим фракция «Единая Россия» не поддерживает данный законопроект и просит Госдуму отклонить данный законопроект. Спасибо. Сергей Вячеславович, у вас есть возможность заключительным словом выступить. Да, я, с вашего позволения, воспользуюсь. Коллеги, мы вообще достаточно часто обращаемся к законам, связанным с судебной системой, но я не помню за много лет, чтобы мы хоть раз обсуждали саму проблему этой системы. Вот если речь идет о льготах, о дополнительных преференциях, ну, с определенной регулярностью мы это обсуждаем. Я очень всем благодарен за то, что вы так активно откликнулись на реально существующую проблему, о том, что не все благополучно в нашей судейской системе. Большое вам спасибо. И хочу сказать два слова, потому что я думаю, что разговор на эту тему не закончился. Он еще будет и возникать, и возникать, потому что это насущная потребность на сегодняшний день. Не только защиты людей. Здесь звучали и у меня, и у представителей Компартии слова «10%». 10% неправомерных решений, люди безвинно сидят, неправосудные решения. Не кажется ли вам, что это многовато? Но есть и другая система. Дело в том, что на сегодняшний день судебная система является шлагбаумом, не позволяющим нам экономически развиваться. Наша экономика уткнулась в эту судебную систему, и перспектив без реорганизации судебной системы у нас не будет. Но это уже другие законы. Я еще раз повторяю, я вынес чисто технический вопрос, а именно объективный критерий того, что уже есть в законе о судебной системе, о статусе судей. Коллеги, я ничего не предлагаю, никакие принципы не разрушаю, ну, например, принципы независимости. Я просто формализую. Теперь еще один очень важный момент, на котором бы я хотел остановиться. Коллеги, здесь неоднократно звучала ответственность судей. Коллеги, по этому законопроекту мы никого к ответственности не привлекаем. Просто общество говорит, ты слишком часто ошибаешься, давай мы не будем пользоваться твоими услугами. Но почему общество продолжает пользоваться услугами человека, который, в общем-то, не очень эффективен? Никого мы не наказываем, пусть идет в прокуроры, в адвокаты, куда угодно, но только пусть он не судит людей, если он так часто ошибается. Почему возникла цифра 3? Ну, просто это объективный критерий много. Два вроде бы, это еще единичные случаи, а три уже много. Давайте сделаем 5. Давайте сделаем не за все срок судейства, а за определенный период, допустим, 5 лет, 10 лет, как угодно. Коллеги, я еще раз повторяю, в первом чтении обсуждается вопрос, будут ли объективные критерии оценки неправомерности судебных решений или не будут. Ничего другого там нет. И последнее, что я хочу сказать. У каждого депутата, который более-менее длительное время сидит в этом зале, всегда есть скелеты в шкафу. Это наши голосования за те законы, против которых вроде бы рука не поднималась, а по тем или иным обстоятельствам, или недопонимания, или еще что-то, мы голосуем, а потом сталкиваемся с этими законами. Коллеги, я не знаю, как вы, а я часто встречаюсь с тем, что в быту я задаю вопрос, почему чиновник то или иное что-то делает. Он говорит, так вы же такие законы приняли. И мне стыдно за то, что мы приняли такие законы. Вот я считаю, что этот законопроект, он, безусловно, является одним из тех, которых касается абсолютно всех депутатов, и, к сожалению, абсолютно практически всех граждан нашей страны. Спасибо большое. Спасибо, Сергей Вячеславович. Депутату Байгускару включите микрофон, пожалуйста, Зарев Закирович. Уважаемые коллеги, сегодня цифры назывались, там 10%. Я не знаю, откуда цифры взяты, есть статистико-официально, то есть там таких цифр нет. И если быть, например, в колонии, я там часто бывал, дела рассматривал, то там процентов 90 считают, что они сидят просто так, ни за убийство, ни за насилование, то есть судить по словам, конечно, не нужно. Я хотел бы уточнить одного из выступающих коллег, который сказал, что при вынесении решения об увольнении судьи не будет учитываться решение, которое отменено по техническим причинам. законопроекта, никаких исключений нет. То есть там любое решение отмененное, то есть будет основанием для отмены судьи. Да, наверное, вопросы есть, но это не нужно решать там непродуманным законопроектом, то есть нужно это решать другим путем, но не таким образом. А так я всех благодарю за то, что участие принимали в обсуждении. Прошу поддержать решение комитета об отклонении законопроекта. Спасибо. Спасибо, коллеги. Ставлю законопроект на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект отклоняется. 44-й вопрос порядка работы. Проект федерального закона о внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации. Докладывает Николай Васильевич Арефьев. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги. Вашим вниманием представляется проект федерального закона о внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации. Суть этого законопроекта довольно короткая. Авторы законопроекта предлагают, чтобы федеральный бюджет на очередной период в первом чтении представлял председатель правительства. Только и всего. Нам возражают, что это противоречит закону о правительстве. На самом деле никакого противоречия нет. В законе о правительстве написано, что законы субъекта законодательной инициативы, если им является правительство, представляет представитель правительства. Ну а что, представитель правительства не может быть представителем правительства? Может быть. Тем более, что мы не говорим о всем множестве законов, которые выносятся правительством сегодня. Мы говорим только об одном случае, чтобы бюджет в первом чтении представлял председатель правительства. Чем это вызвано? Вызвано это тем, что главным документом страны сегодня является бюджет. А вот во многих государствах и в советское время у нас главным документом страны был все-таки план социально-экономического развития. И вот когда депутаты рассматривали план социально-экономического развития, у них вырисовывалась полная картина, что будет в регионе. Будут ли строиться школы, больницы, детские сады, какие заводы, фабрики, в каком состоянии будут дороги, они все это представляли. Причем представляли и на уровне муниципалитета, и на уровне села, и города, и области, и субъекта Российской Федерации любого ранга. Сегодня мы такого представления не имеем. Нам представляет бюджет, который в общем-то говорит только об одних цифрах, а вот что конкретно в каждом регионе будет строиться и делаться, мы, к сожалению, этого не знаем. Бюджет представляет представитель Министерства финансов или министр финансов. Вы извините, но министр финансов это все-таки бухгалтерия страны. Министр финансов подсчитывает, какие будут доходы, какие будут расходы. Его мало интересует, как эти расходы будут осуществляться в нашей стране. В каком субъекте Федерации что будет строиться, ему это не надо. Главное, чтобы дебет с кредитом сходился, и больше его ничего не интересует. Поэтому мы, сидя в этом зале, мы не можем задать ему вопрос и спросить, а что будет в каком-то субъекте Российской Федерации что-то делаться, какие будут стройки, какие будут мероприятия или планы проводиться. Он не сможет ответить на эти вопросы, потому что он некомпетентен, он занимается исключительно финансами, но социально-экономическим развитием он не занимается. У нас здесь выступает иногда и министр экономического развития, но прогнозы министра финансов и министра экономического развития очень часто не сходятся. Тем более, что прогнозы их всего-навсего осуществляются на основе мониторингов, на основе конкурентной среды, инвестиционного климата. На эти цели тратятся колоссальные бюджетные средства, но вот мы подошли к тому, что экономика упала на дно, а мы все еще тратим на все эти индикаторы деньги, а толку, в общем-то, никакого. Вот поэтому авторы законопроекта и предлагают, а давайте мы все-таки поставим на эту трибуну председателя правительства. Он обладает всей полнотой информации, что будет со страной, что будет с каждым субъектом Российской Федерации. Мы можем задать ему любой вопрос, финансовый или экономический. По конкретной программе он в курсе дела, потому что он возглавляет правительство. Министру финансов мы, к сожалению, таких вопросов задать не можем. Вот почему мы вынесли этот законопроект на палату, для того, чтобы принять решение о том, чтобы закон о федеральном бюджете в первом чтении на очередной период представлял не кто-нибудь, а председатель правительства. И прошу вас поддержать этот законопроект. Спасибо, Николай Васильевич. С докладом выступает Надежда Сергеевна Максимова. Спасибо, Иван Иванович. Уважаемые коллеги, но сначала хочу сказать по форме, все-таки говорить о том, что мы можем заявить, чтобы обязательно докладывал, представлял нам законопроект о федеральном бюджете на очередной период и плановый период, это представитель правительства. Мы все-таки не можем, потому что это будет противоречить с конституционным законом о правительстве, где статьей 36 предусмотрено, что действительно представляет представитель правительства официальный представитель. Но статус этого должностного лица никаким образом не определен. Да, это может быть и представитель правительства, но это право правительства принять постановление и там прописать, кто конкретно представляет нам этот законопроект о федеральном бюджете. На сегодня, как правило, вы же знаете, кто нам представляет законопроект, и все касаются этого, да? Это статус секретарей, это заместители министра. Кто представляет обычно нам закон о федеральном бюджете? Министр финансов, отчет об исполнении министр финансов. То есть это тоже подчеркивает значимость, которую передает в том числе и правительство именно этим законопроектам. Коллеги, мы с вами имеем право приглашать председателя правительства на свои заседания, и мы этим правом пользуемся. У нас в регламенте статья 38-я говорит о том, что по инициативе депутатов, комитетов, комиссий, фракций, председатель правительства может приходить к нам для того, чтобы мы ему могли задать вопросы чрезвычайной важности. Так у нас в регламенте с вами записано. Тем не менее, мы ежегодно приглашаем председателя правительства, и он нам с вами дает отчет о работе за предыдущий год всего правительства, по всем направлениям, в широком плане, то, о чем Николай Васильевич сегодня говорит. Это не только о бюджете, речь идет об исполнении или о составлении, но вообще обо всех направлениях социально-экономического развития нашей страны. Не дали как 19 апреля, мы с вами такой отчет заслушивали. И вы помните, что практически не было ограничений для того, чтобы задать вопросы, получить ответы на поставленные вопросы. То есть было такое очень живое обсуждение. Теперь по существу. Значит, статья 201 действительно бюджетного кодекса предусматривает представление закона о бюджете официальным лицом, который назначается постановлением правительства. Эта норма совершенно выполняется. И мы, в принципе, рассмотрели и счетные палаты, и правительство, и, соответственно, наш комитет, конечно. Мы против того, чтобы принимать этот законопроект, потому что, на самом деле, работать он не будет до того времени, пока не будут внесены соответствующие изменения в конституционный закон, который имеет большую юридическую силу. Мы рекомендуем отклонить указанный законопроект. Спасибо. Спасибо, коллеги. Есть ли вопросы? Есть. Включите режим записи на вопросы. Покажите список. Фарахов Айрат Закевич. Уважаемый Николай Васильевич, согласно пояснительной записке к данному законопроекту, целью его является повышение авторитета Государственной Думы и его депутатского корпуса. Мой вопрос. Неужели Вы думаете, что авторитет Государственной Думы и депутатского корпуса зависит от количества выступлений председателя правительства непосредственно в Государственной Думе? Депутату Арефьеву, включите микрофон. Спасибо. Я не могу отрицать, что если председатель правительства выступает в Государственной Думе, значит он уважает депутатский корпус и берет на себя ответственность за все то, что делается в стране. Потому что он, допустим, нам докладывает о бюджете будущего года, он докладывает нам о плане социально-экономического развития. Это первое лицо в государстве, это высшее должностное лицо исполнительной власти. Это значит, естественно, повышается авторитет законодательного органа власти, поскольку перед ним выступает высшее должностное лицо исполнительной власти. Конечно же, повышается, а не понижается. А если нам сюда пришлют клерка какого-нибудь докладывать, это же будет унижение депутатского корпуса, а нас все-таки избирает народ. Я считаю, что авторитет действительно будет повышаться. Спасибо. Бортко Владимир Владимирович. Уважаемая Надежда Васильевна, скажите, пожалуйста, а что плохого будет в том, если о бюджете нам будет рассказывать председатель правительства? Все, вопрос окончен. Центральную трибуну включите. Спасибо, Владимир Владимирович. Да, конечно, ничего плохого нет, очень даже хорошо было бы. Но для этого должно быть принято постановление правительства, что именно председатель правительства является тем официальным должностным лицом, который представляет нам этот законопроект. Коллеги, я вот на самом деле просто удивляюсь, вот этот законопроект внесли очень опытные депутаты, и они прекрасно понимают. Вот, понимаете, получается, бессмыслица. Мы принимаем вот этот законопроект и прописываем, что нам представляет председатель правительства. Нам правительство говорит, ребята, вот у меня статья 36-я конституционного закона, и там написано официальное лицо, а какой статус этого официального лица не прописан, поэтому мы имеем полное право назначить того, кого считаем нужным. Значит, мы приняли закон, он не действует, потому что он противоречит конституционному закону. Значит, если мы, ну не противоречит, по крайней мере, там есть другое право, право назначить другое официальное лицо должностное, а не председателя правительства. Предположим, было бы правильно, если бы внесли изменения в конституционный закон, и там бы прописали, что законопроект о бюджете представляет представитель правительства. Тогда эта норма была бы безусловная, она бы действовала, но тогда теряет смысл этот законопроект, потому что в конституционном законе прописано, для чего тогда этот закон нужен, который не имеет такой юридической силы. Извините, конечно, за грубость, но я считаю, что это бессмысленно, этот законопроект. Спасибо. Уважаемая Надежда Сергеевна, вы еще более опытный человек, потому что вы в Минфине поработали, тут у вас корпоративная, наверное, говорит. Но мне кажется, что вы в этом зале даже лучше значительно Андрея Михайловича знаете о многих проблемах и как их решать. Согласитесь, что если ответственность будет брать председатель на себя при докладе о бюджете, тогда, может быть, не будет таких противоречий, когда у нас долг консолидированных бюджетов растет, а мы в это время триллион берем и отправляем кубышку. Может быть, председатель правительства тогда будет более ответственно подходить к тому, чтобы субъекты все-таки выравнивать и из дыры вытаскивать, а не делать больше субъектов, которые банкроты. Спасибо. Спасибо, Николай Васильевич. Но вы тоже не хуже меня знаете, что прежде чем министр финансов выходит сюда докладывать законопроект, проходит масса заседаний, совещаний. Этот законопроект одобрен правительством и председатель правительства, конечно, в курсе всех проблем и вопросов, которые закладываются в этот бюджет. Более того, у нас, как правило, присутствуют и счетные палаты, и министр экономического развития, которые могут нам ответить в этом плане на любой вопрос. Что заложено в бюджет и как будет исполняться. А с точки зрения именно целесообразности, чтобы ответственности председателя правительства за этот законопроект, еще раз повторяю. Если мы не внесем изменения в конституционный закон, вы же сами понимаете, это бесполезно. Вот я о чем говорю. Что по форме это бесполезный вот этот законопроект, он не будет работать, даже если мы его примем. Спасибо. Уважаемая Надежда Сергеевна, ну сколько я понял, по форме вы не согласны, а по содержанию, если было бы внесено в конституционный закон, вы бы поддержали? Спасибо. Вносите. Конечно, правительство будет возражать, но мы посмотрим, пообсуждаем. Для этого присутствуйте на наших комитетах и доказывайте свою позицию. Такого законопроекта у нас пока нет. Спасибо, Надежда Сергеевна. Коллеги, будут ли желающие выступить? Есть? Включите режим записи на выступление. Включите режим записи на выступление. Гартун, Валерий Карлович. Добрый день, уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги. Мы считаем, что нужно поддержать этот законопроект. Мы считаем, что чем выше статус должностного лица, представляющего бюджет, тем более содержательный ответ мы можем получить здесь по существу на задаваемые вопросы. Вспомните, как у нас представляется проект бюджета. Вместе с ним мы еще несколько документов рассматриваем. Это основное направление кредитно-денежной, налоговой, бюджетной, таможенной политики и так далее. И все эти направления закреплены за разными министерствами. Мало того, от того, в каком виде мы принимаем закон о бюджете, зависит, как мы будем выполнять социальные обязательства перед гражданами. А это опять социальная политика. То есть, если взять в целом влияние принятого закона на ситуацию в стране, то получается, что затрагивается весь спектр вопросов, за которые отвечает правительство. Конечно, мы, я думаю, что и авторы не наставят, что непосредственно лично премьер-министр всегда был, есть лицо замещающие его, есть заместители. Этот вопрос можно отрегулировать. Но то, что здесь при представлении бюджета должны быть министерства разные представленные, и они должны все по существу отвечать на наши вопросы, это, мне кажется, неоспоримый факт. Потому что задавать вопросы министру финансов, например, за то, как будет развиваться там промышленность по результатам, скажем так, принятия бюджета, или, например, по социальным обязательствам, но не ответит министр финансов, потому что за это не отвечает. Мы это уже видели, мы это проходили. Поэтому мы считаем, что нужно поддержать, наша фракция за это проголосует. Но, Надежда Сергеевна, мы вас услышали, я так понимаю, вы поддержите законопроект, мы обязательно его внесем в конституционный закон поправочку, и посмотрим. Вы сегодня говорите, мы по форме не согласны. Мы хотели от вас по содержанию услышать, вы ушли от ответа. Но посмотрим, теперь в следующий раз обязательно внесем такой законопроект. Спасибо. Спасибо. Коломейцев Николай Васильевич. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги. Вот я неоднократно с этой трибуны заострял ваше внимание на чем? На том, что у нас система управления страной не отвечает вызовам, которые стоят перед нашей страной. Обратите внимание. И подбор кадров, кстати. Вот к нам на фракцию пришли на встречу молодой министр и привел человек 11 молодых ребят. Я не против молодости. Но ни один из них ни одного дня не работал. Ни в субъекте, ни в отрасли какой-то. Но они, вот эти 11 человек, еще четверых он не привел. Они определяют будущее страны. Понимаете? У них даже некоторые еще и не бреются. И проблема-то в чем заключается? Как может человек, который отработал в трех банках, понимаете, на уровне руководителя департамента, сегодня определять судьбу страны? Вот с моей точки зрения, судьбу страны должен дядька Черномор определять, который серьезный субъект сделал донором, понимаете? Который понимает причинно-следственные связи и знает механизмы, как ими рулить. Вот с моей точки зрения, даже у сегодняшнего премьер-министра нет достаточных инструментов. Почему? Потому что у нас, к сожалению, вице-премьеры все являются представителями какой-то башни. Понимаете или нет? Или какого-то клана. А это же неправильно. И вы посмотрите, кто у нас назначает министра и каким документом? Кто у нас вице-премьера назначает? И где он проходит собеседование? За что он отвечает? Вот мы ведь почему заострили ваше внимание? С нашей точки зрения, мы с вами не выберемся из кризиса, если мы не пересмотрим принципы управления страной, принципы формирования кадрового наполнения системы управления, понимаете? Если мы не будем учитывать нарастающие явления кризисные, потому что они никуда не денутся, понимаете? И народ, не нас уже, народ наших избирателей возмущает, вот когда здесь бюджетное правило в третий раз Минфин возвращает. У нас, если смотрите, при всем уважении и неуважении, Михаил Михайлович, закончивший МАДИ, пришел Минфин бухгалтером и стал премьер-министром. Почему? Ну вы ведь поймите, ни в одной стране мира так нельзя сделать. То есть человек должен быть в разных направлениях, менять диспозиции, но не может он с Минфина, с бухгалтера становиться премьер-министром. Вы от фракции добавьте, пожалуйста. Поэтому, вы понимаете, проблема наша? И у нас получается, решение принимают люди, которых никто не уполномочил. У нас ведь мы понимаем, что второе правительство находится на Старой площади. Но, вы же поймите, мы тогда находимся в заложниках. Получается, Ливанов проштрафился, все прокричали, что он такой-сякой. А Ливанов сегодня специальный представитель с большим окладом, без конкретной ответственности формальной. Да, он отвечает перед кем-то одним. А иногда и не отвечает. Поэтому, мы ведь понимаем, и мы согласны, Надежда Сергеевна, вы опытнейший человек, что надо еще в целый ряд законов вносить поправки. Но мы ведь с вами свидетели, что здесь некоторые кодексы вносили на 133 страницах, а потом 1200 поправок вносили. А вы же согласны, что 1200 поправок меняют не один раз, а 10 раз кодекс и всю его суть. Поэтому мы хотели бы этим законом заострить внимание на необходимости изменения системы управления, подбора должностных лиц по позициям, которые бы решали проблемы страны. Понимаете? А в данной ситуации у нас премьер пришел, вы говорите, неограниченно. Вот с моей точки зрения, вот Алексей Николаевич Косыгин, я к нему безмерно, с безмерным уважением отношусь, у него никогда не было, чтобы если он взял 10 минут, выступал 10 минут и одну секунду. Понимаете? И он на заседании правительства никогда не допускал, чтобы министр докладывал там полчаса. А у нас здесь, смотрите, пришел сюда один из первых заместителей, да? И вы ему пять раз продлевали регламент. Это о чем говорит? Когда много говорит, значит, мало знает конкретики. Поэтому мы предлагаем вам все-таки поразмышлять над этим. Вот Вячеслав Викторович, надо отдать ему должное, он немножко новую струю привнес. Какую? Когда мы с вами крупные проблемы обсуждаем вот здесь в большом зале с привлечением всех заинтересованных лиц. Вот мы бы предложили, может быть, обсудить вот эти проблемы. Почему? Потому что у нас ведь, смотрите, я же не придумал, вы лучше меня знаете. У нас, к сожалению, банкротов, субъектов все больше. Долговая нагрузка на субъектах и особенно муниципалитетах непомерная. Решений, принятых нами законов, нет. Понимаете? У нас с вами 12 тысяч строек, в которые мы вложили государственные деньги. Они не находят подпитки бюджетными финансами, хотя все 23 страны мира передовые прежде всего берут и за счет добавления печатного станка оживляют свою промышленность. А у нас это не находят. Почему? Потому что и Силуанов, при всем к нему уважении, он нигде в хозяйстве не работал. Понимаете? У нас получается, Орешки не работал, Силуанов не работал. Ну, Мантуров немножко зам директора генерального работал. Вы посмотрите, у нас большая часть министров не работали в хозяйстве. И с нашей точки зрения это является базовым, вообще-то, принципом нашего торможения, как и ЦБ. И еще вторым ограничением является то, что у нас автономность серьезных учреждений, вот ЦБ у нас. Вы посмотрите, какие там внутренние правила получения субсидий, льгот, преференций. А какая ответственность? Вы же видели, вот здесь заместители, в том числе и первые, не могли на элементарные вопросы ответить. Почему страховая компания, которая у них лицензируется и проверяется, колоссальные деньги собирает, а ни копейки не компенсирует? Точно так же и другие вопросы. Поэтому мы предлагаем поддержать и ко второму чтению пообсуждать здесь привлечение специалистов, академий, университетов. И все-таки выработать более действенную систему, которая бы предложила нам выход из кризиса. Если вы не хотите реализовывать нашу программу «10 шагов достойной жизни». Вот она как бы дает ориентир, но нужно кадровое наполнение, в том числе и из этого зала. С моей точки зрения, у нас достаточно много людей, которые бы более эффективно работали министрами. Спасибо. Спасибо. Шейн Олег Васильевич. С места включить микрофон. У нас дискуссии по содержанию, по форуме. Что касается форума, 114-я Конституция действительно предусматривает, что именно Конституционным законом определяется, кто именно представляет выработанный правительственным бюджет в Российском парламенте. Но 114-я Конституция, тем не менее, не является нормой, которая препятствует парламенту через принятие Конституционного закона определить более конкретно этого человека. Что касается содержательной стороны, то мы только что обсуждали, ведь на самом деле Минфин лишь одно из ведомств. Это ведомство, ключевая задача которого – сбалансированный бюджет. Это не ведомство, ключевой задачей которого является определение стратегических линий, точек прорыва, направлений. Это не ведомство, которое может ответить на вопросы после принятия бюджета в первом чтении, на чем есть смысл сконцентрироваться применительно, скажем, к развитию высшей школы или к поддержке национальной экономики. За это отвечают другие министерства и ведомства. Очевидно, единственным человеком, который может компетентно представлять общую позицию российского правительства и корректировать ее, может быть, только премьер-министр. Поэтому, безусловно, предложенный проект заслуживает поддержки, и наша фракция будет за него голосовать. Спасибо. Кончарт Николай Николаевич. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, Николай Васильевич Коломейцев сослался на времена Алексея Николаевича Косыгина, и фраза «Чем больше чем говорит, тем меньше он знает» из уст Николая Васильевича, одного из самых немногословных депутатов Государственной Думы, звучало более чем убедительно. Итак, первое. Теперь второе. Слушайте, бюджет и есть такой документ, в отличие, скажем, от такого документа, как бюджетное послание, и вы знаете, кто его направляет. Да, в том числе в этом зале лет 35 тому назад обсуждались планы экономического и социального развития нашей страны. На сегодняшний день система, созданная в том числе и в период Верховного Совета Российской Федерации, и в дальнейшем предусматривает обсуждение бюджета именно и прежде всего, как финансового документа, обеспечивающего выполнение тех задач, о которых говорится и в бюджетном послании, и в тех основных направлениях, которые здесь обсуждаем. Слушайте, наша фракция считает, что именно министр финансов лучше, чем кто бы то ни было, вместе со своими заместителями, которые всегда здесь, то есть те люди, которые реально знают эти цифры и этот процесс. Вспомните Татьяну Алексеевну Голикову, которая, у нас тут было такое соревнование, называли Татьяну Алексеевну, скажите, на четвертой странице 16-го приложения там есть цифра, и Татьяна Алексеевна, как человек, который это все делала, называла конкретные цифры. Можно же, конечно, заменить ситуацию, когда здесь будет стоять премьер, он скажет министру финансов, тот скажет этому, мы собираемся, так сказать, повысить статус шоу, или мы собираемся в ходе первого чтения сформулировать те задачи, которые предстоит решить прежде всего Минфину. Наша фракция будет голосовать против. Хотя и не столько потому, что действительно противоречит закону федеральному конституционному правительству, а по смыслу мы считаем, что в ходе первого чтения нужно внимательнейше и по смыслу разговаривать с тем министерством, его руководителем и от фракции. Добавили вам 4 минуты. Извините. Да, и теми сотрудниками, которые министерство привлекает. Поэтому мы будем против голосовать именно по смыслу. Мы не согласны с таким подходом. Конечно, мы отдаем себе отчет, что если на этом заседании будет присутствовать премьер, то и камеры другие, и эффект. И потом человек выйдет вот туда в холл и скажет, как я ему. А для нас смыслом этого обсуждения являются цифры проекта бюджета. Мы против. Спасибо. Спасибо. Орефьев Николай Васильевич, будете выступать заключительным словом? Депутату Орефьеву включите микрофон. Спасибо, Иван Иванович. Ну, обсуждение прошло. И, в принципе-то, депутаты во многом согласны с законопроектом. Потому что, действительно, мы хотели бы услышать все наболевшие у нас вопросы. Вот я не знаю, из депутатов, кто смотрит бюджетную систему при принятии бюджета или нет. Но я ее всегда смотрю. Вот если вы возьмете цифры бюджетной системы, там доходы растут, расходы растут. Ассигнование на народное образование и здравоохранение растет, на пенсионное обеспечение тоже растет. Но только непонятно, почему у нас пачками закрываются школы, больницы, детские сады, закрываются институты, диссертационные советы. Страна работает в режиме ликвидации. Вот я хотел бы компетентному человеку задать вопрос. А будет ли ликвидация, допустим, в 2018 году, когда мы будем принимать бюджет на 2018 год? Кто мне ответит? Министр финансов ответит или нет? Он не знает, что школы закрываются. Он не знает, что там делается с пенсионной системой. А вот премьер-министр, даже если не знает, он обязан знать. И вот он обязан стоять на этой трибуне и отвечать на вопросы. Как будет, в каком режиме будет работать страна? В режиме ликвидации или все-таки в режиме развития? Вот поэтому мы и внесли этот законопроект и просим поддержать его. Он необходим для того, чтобы принимать разумные решения, а не просто априорные предсказания Минфина. Спасибо. Надежда Сергеевна Максимова, пожалуйста. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, еще раз обращаю ваше внимание. Вот вы говорите, нам министр финансов не ответит. Я вам хочу сказать о том, что в Министерстве финансов каждый департамент, включая министра финансов, который все это как бы в обобщенном виде смотрит, смотрит по каждому региону. План, мобилизационный план мероприятий, мобилизация доходов и оптимизация расходов. И вот в этом плане все присутствует абсолютно, сколько школ закрывается или, наоборот, открывается, строятся новые детские места, в детских садах создаются или новые школьные места создаются. Поэтому министр обладает очень большой информацией. Но я хочу сказать не об этом. Ведь мы с вами законопроект о бюджете рассматриваем. 1 октября он вносится, и в декабре президент его принимает. Мы в течение всего этого времени работаем в комитетах, комиссиях, во фракциях. Мы приглашаем министров, они вам готовы ответить отраслевые на все ваши задаваемые вопросы. Другой вопрос, что вы ставите, немножко о другом говорите, о кадровом составе правительства. Но, извините, это к этому законопроекту не имеет никакого отношения. Если вы хотите, пожалуйста, вот у нас есть право пригласить председателя, чтобы он ответил на вопросы, носящие чрезвычайный характер. Если вы считаете, что это чрезвычайный характер вопроса, давайте поставьте этот вопрос. Но данный законопроект, я еще раз возвращаюсь, понимаете, мы когда обсуждаем законопроекты, к сожалению, мы говорим обо всем. А вот конкретный законопроект, он ровно об этом. Что мы хотим этим законопроектам приглашать, установить порядок, при котором председатель правительства докладывает. Еще раз вам говорю, и юристы вам подтвердят, что этот законопроект будет неработающий. Значит, если мы хотим, чтобы такое состоялось, надо такой законопроект принять, который будет подтверждать необходимость и обязанность председателя правительства приходить докладывать нам этот законопроект. Давайте в этом ключе работать. Данный законопроект, в любом случае, примем мы его или не примем, он работать не будет. Мы за то, чтобы его отклонить, не надо нам таких пустых неработающих законов. Спасибо. Коллеги, ставлю законопроект на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Отклоняется законопроект. 45-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части расширения перечня основных характеристик бюджета показателем прогнозируемого уровня инфляции потребительских цен. Докладывает Олег Анатольевич Нилов. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги. Законопроект был разработан еще в 2015 году. Вместе с коллегой Ушаковым я его вносил в самый разгар роста инфляции на все, особенно продукты, товары, первые необходимости. Но, как показывает время, и два года прошло, но опять надвигается какая-то угроза, во всяком случае, роста цен, особенно на продовольствие и товары первой необходимости. Ну, разные причины, в том числе климатические. Итак, сегодня в действующей редакции пункта 1 статьи 184.1 бюджетного кодекса указано, что в законе о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит-профицит бюджета, а также иные показатели, установленные бюджетным кодексом, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. В федеральном бюджете мы, естественно, каждый год фиксируем инфляцию, то есть уровень потребительских цен к декабрю предыдущего года. И как обязательный макроэкономический показатель эта фиксация в законе о федеральном бюджете закрепляется в статье 192 бюджетного кодекса в пункте 2. Однако в законах субъектов Российской Федерации кодексом не закреплена обязанность отражения инфляции как обязательного макроэкономического прогнозного показателя. То есть есть возможность, но обязательного требования нет. И, естественно, в большинстве субъектов вот этот субъектовый уровень инфляции не фиксируется. Да, могу привести в пример мой любимый регион Санкт-Петербург. Да, смотрим мы в бюджете на 17-й год и на плановые 18-й, 19-й год. Такого прогнозного уровня инфляции нет. Между тем, для каждого жителя субъекта очень важен именно вот этот субъектовый уровень инфляции для планирования своих расходов, доходов. Ну и самое главное, что увеличение пенсий и социальных пособий, которые выплачиваются из бюджета субъекта, есть разные формы поддержки, индексации и не происходит. Вот почему одна из главных причин мы предлагаем внести вот такую поправку и сделать обязательным фиксацию в каждом субъекте при принятии бюджета, так как это делаем мы при принятии федерального бюджета, расчета и фиксации законом о бюджете вот этого индекса потребительских цен, уровня инфляции. Поэтому, уважаемые коллеги, все, по-моему, очень ясно, и мы предлагаем распространить то, что делаем мы в федеральном бюджете и то, что касается уровня инфляции, на субъекты. Это главная суть представляемого законопроекта. Вы можете сказать, ну а зачем, Олег Анатольевич, ну пусть у вас в Петербурге или в Москве используют средний такой российский уровень инфляции. Коллеги, это же разные цифры. Вот могу привести для справки, что в 2016 году инфляция по стране составила 5,4%, а по Москве 6,2%. Есть субъекты, где эта цифра гораздо больше. Поэтому вот для порядка четкости и точности давайте и обяжем наших региональных коллег считать, прогнозировать и, соответственно, оказывать поддержку и помощь своим гражданам, исходя из субъектового уровня инфляции. Все, доклад закончен. Спасибо. Спасибо. С содокладом выступает Лев Игоревич Копак. Добрый день, уважаемые коллеги. Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 1 статьи 184 бюджетного кодекса, устанавливающий, что к числу основных характеристик бюджета должен относиться также показатель уровня инфляции. На заседании Комитета по бюджету и налогам мы рассмотрели данное предложение и пришли к выводу, что согласно пункту 2 статьи 192 бюджетного кодекса при утверждении основных характеристик федерального бюджета указывается прогнозируемый объем валового внутреннего продукта и уровень инфляции. Кроме того, согласно пункту 4 этой же статьи проект федерального закона в федеральном бюджете вносится в Государственную Думу одновременно с прогнозом социально-экономического развития, которое включает в себя обоснование расчета и показатели уровня инфляции. Кроме того, мы получили два отрицательных заключения от правительства Российской Федерации и отчетной палаты. Комитет по налогам и бюджетам предлагает не принимать данный законопроект с первым чтением. Я думаю. Спасибо. Пожалуйста, вопросы есть. Включите запись. Спасибо. Писк покажите. Боева Наталья Дмитриевна. Спасибо, Вячеслав Гитлерович. У меня вопрос к Олегу Анатольевичу. Во-первых, что вообще-то это даст? И как можно угадать сегодня уровень ценовой, если продукция съезжается со всех концов страны? Спасибо. Ну, это уже задача субъектовых правительств. Во-первых, не гадать и не угадывать, а рассчитывать и прогнозировать возможные действительно вот такие всплески, подорожание. Ну, дай бог, подешевение товаров и услуг, особенно продовольствие. Но согласитесь, что как бы ни получалось, но здесь, если это не будет происходить, как вы сказали, не будут угадывать, ну, крайними почему-то всегда в этой ситуации останутся граждане, которые не должны оставаться вот в такой ситуации. Поэтому я предлагаю сначала обязать субъектовые правительства указывать, ну, хоть какой-то уровень инфляции, да, он будет где-то, наверное, близок к тому, который принимается федеральным бюджетом. Но если они не будут угадывать, как вы говорите, ну, с них надо спрашивать отдельно, и пусть они разбираются с теми, кто им так вот подсказывал и неправильные цифры предлагал в региональный бюджет включать по уровню вот этой субъектовой инфляции. Пожалуйста, Куринный Алексей Владимирович. Спасибо. Олег Анатольевич, вот этот прогнозируемый уровень инфляции, он должен утверждаться на год или на все три года? Почему спрашиваю? Потому что сейчас заключаются очень часто на уровне субъектов договора. Долгосрочные, на год, на два, на три года. Я имею в виду про трехлетку. И, естественно, этот уровень, в принципе, необходим, потому что методики расчета сегодня нет. Я не берусь сказать, что есть такие возможности сегодня взять и рассчитать довольно-таки точно уровень инфляции на три года. Поэтому, как минимум, на год должен быть особенно какой-то точный расчет. Но при изменении ситуации, различных ситуаций, погодных, климатических, экономических, санкционных, все подлежит корректировке. И поэтому, в том числе, и этот уровень может быть внесен поправками на плановый период трех лет. Но, конечно, его нужно закладывать. Иначе как говорить о планировании бюджетов? Потому что, если мы в бюджете субъекта не планируем уровень инфляции, мы расписываемся в какой-то некомпетентности тех структур профессиональных, которые должны этим заниматься. Ну а если мы не закладываем какой-то плановый уровень инфляции, мы тогда, получается, и работаем от вольного. Не заложили уровень инфляции, ну как получится. А если заложили, тогда будьте любезны, придерживайтесь какого-то более-менее амбициозного плана в 4%. К сожалению, практика показывает, что сегодняшний июль, наверное, особенно по инфляции на продукты, какие-то сюрпризы опять преподнесет, во всяком случае, тому расчетному уровню инфляции, который мы заложили в федеральный бюджет. А в субъектовых, видите, они спокойные, они ничего не закладывали, и никто из них не спрашивает за это. Поэтому я предлагаю обязать их в обязательном порядке, вот так же, как в федеральном бюджете, закладывать уровень инфляции по региону. Спасибо. Пожалуйста, Смолин Олег Николаевич. Уважаемый Олег Анатольевич, мы в последние годы наблюдаем экономические чудеса. Официально, а тем более неофициально, инфляция растет, а при этом периодически прожиточный минимум снижается в отдельных кварталах, в том числе в последнем квартале 2016 года. Можете ли Вы объяснить эти чудеса? И вторая часть вопроса, считаете ли Вы возможным в законопроект в случае принятия включить также обязанность субъектов Российской Федерации рассчитывать расчетную величину прожиточного минимума при принятии бюджета? Спасибо. Идея мне действительно нравится, но прежде вот я бы сам не брался, но много раз уже обращался к коллегам, особенно к профильному комитету, с тем, чтобы вообще пересмотреть формулы и методики расчета прожиточного минимума. Мы не считаем, что существующая методика, она вообще хоть как-то близка к каким-то жизненным реалиям. Это что-то такое, знаете, не от мира сего, не от этой земли. Поэтому для того, чтобы закладывать в бюджет, это хорошая идея. Надо сначала какой-то реальный рассчитывать прожиточный минимум, не тот, который мы сегодня имеем. Ну и как объяснить вот такие чудеса? Конечно, чудеса случаются, потому что, опять-таки, даже вот тот уровень инфляции, про который мы говорим, который мы закладываем в федеральный бюджет, он, знаете, как температура в среднем по больнице рассчитывается. И, опять-таки, абсолютного большинства простых граждан, он напрямую, в общем-то, не отражает их расходы, их инфляцию, вот такую бытовую инфляцию, которая, в первую очередь, основывается на продовольственной, лекарственной, жилищно-коммунальной инфляции. И если брать эти цифры, то они в разы, вот у меня есть справки, какова была продовольственная инфляция последние годы. В 2014 году 15,4%, значит, в 2014 году, извините, 15%, а в 2016-м 11%, ну, в 2013-м она была 7%, понимаете, какие скачки. Но продовольственная инфляция получается, она нивелируется той инфляцией, которую вот добавляем при расчете общей инфляции ценами на акции «Газпрома», яхты, пароходы, заводы. Там она может быть нулевая, и в среднем получается 4-5%. Поэтому, конечно, нужно для того, чтобы бороться с бедностью и защищать самых незащищенных граждан, нужно переходить к расчету вот этой бытовой инфляции на продукты, лекарства, самые необходимые. А то, что касается чего-то другого, оставить для работы федеральным бюджетом с какими-то макроэкономическими там показателями. Спасибо. Коллеги, если вы не возражаете, мы запись проведем на выступление, если желающие будут, и далее прервемся, соответственно, с регламентом на перерыв. Кто хотел бы выступить? Коллеги, нету. А, нет, есть. Есть. Включите запись. Да. Покажите, пожалуйста, список. Итак, коллеги, объявляйте впервые в до 16 часов 1 минуты. Спасибо. Спасибо. Спасибо.